I don't know, but you're same, man Мага, вот когда ты заснешься, ты... Все спят Быстрая раздача Пошла! Начинай с Арины Арина, проснись Засыпай Алло, Милон Я слышно? Да алло, я алло Да, да, Таша! Я ж тебе говорю, у меня интернет оффается Я не была в дискорде, даже ничего не видела Ребята, проснись, сейчас будем перераздавать Бля, слава богу, пацаны у меня ваще Да блядь! Я тоже был мафией, сука Я наоборот хотел в мафии поиграть А, две мафии, да, было? Да Блядь И ты мне в next игре, сука И в next игре ты мне мирного дашь, блядь И я буду опять, сука Наташ, спасибо, Наташ, спасибо Бай, нормально, я тебя раскусил быстро Ой, давай, не пизде, хуй лоб Так, Наташ, скажи мне, как будешь готова Наташа, всё, она опять зависла Она опять зависла Арина пошла нахуй Вы что, обидели Арину? Уже мы еще даже первую партию не сыграли Я хотела обидеть Наташу, блядь Я проблему с интернетом Нет, нет, нет Наташа проблема Алло, меня слышно? Да, 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 да Давайте бустера, давайте бустера на одну подоём Что тебе за портрет? Что тебе за портретом? Что тебе за портретом? Вот это? Да Холодильник Радбула Не расскажу У меня Что даже так ты будешь играть? Это Моргенштерн Ага Реально Ну что, давайте ещё раз попробуем Покажи фигурку долбоёмка Который ты купил за 10 тысяч Короче, слышишь, Дина Если я сейчас оффаюсь То, короче, всё Без меня уже играйте Ой, слава богу Я не знаю Никто не расстраивался? Я не знаю Либо я могу Блядь, жалко Без Наташи будет играть Блин Так долго Жесть Ребят, ну не обижайте Наташу Да ладно, чё она Она ж не ноет вроде Обижайте Сейчас должны сказать про два интернета Потому что в стримере должно быть два интернета Давайте засыпайте Пока Наташа У меня и так два интернета Спокойной ночи Элёха, врубай вебку Врубай Старые глаза закрывают Всё, не подсмотрим Всё, все спят А ты чё контролишь? Замьютитесь Замьютитесь Я с тобой слежу тебя Беспалево Чтобы беспалево Напомню, оборотень это пустая карта Чтобы не было вопросов Спасибо Всё, все спят Быстро Погнали Арина Арина Засыпай Вадим Засыпай Засыпай Ира Засыпай Илья Засыпай Кровайчик Засыпай Мага Засыпай То ли у меня плывёт, то ли у меня белый лист Чё за хуйня, я не понимаю Ой, блин, простите, аж матернулся Спасибо, Мага Красава Мага 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 Ебаный ты сын, дерьма, нахуй Кудрявый пузель ебаный, блять 2 мафии Я больше никогда не буду мафией Да он не оборотнем был Он долбоёбом был, блять А, где Рон оборотник? А, где Рон оборотник? Давайте следующее быстренько, 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 переразначим, все, пожалуйста, замьетесь, иначе вы не выдержите и что-нибудь ляпнете, замьетесь. Да я не знаю, как Дина, это же очевидно, что я не буду так тупить. Да все это подумают. Что очевидно, ты самый тупой здесь, сука. Ты че лик все ржешь, блядь. Все, успокойной ночи, все спят. Молча принимаем карты. Арина, просыпайся. Засыпай. Если что, я под номером 12. Вадим, Вилон, засыпай. Ира, Ира, засыпай. Илья, засыпай. Каравайчик, каравайчик, засыпай. Мага. Хуя, опять? Засыпай. Инсайдер, 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 засыпай. Дима Ликс, Дима Ликс. Дима, я не вижу, когда твои глаза открываются, потому что они пиксельные. Вот, спасибо, да, засыпай. Паша, Паша, засыпай. Наташа. Засыпай. В рот. Засыпай. Все спят. Полная, абсолютная тишина. Сейчас проснется только мафия без оборотня. Только мафия. Те, у кого М. Мафия, просыпаемся. Мафия просыпается. Мафия засыпает. Утро. Утро, утро, утро. Ой, господи, удалось раздать карты. 20-48, такие все молодцы. Ставлю 5 сапок, что Мага Оборотень. 3-5-11. Мафия какая. Так, получается, мы тебя не слушаем, Вадим. Только дальше что-то. Если Мага опять нахуй Оборотень, то я его в рот выеду нахуй. Кто-то, кто принимает ставку, Мага Оборотень, ставлю 5 сапок. Только на мой канал, я принимаю ставку. Давайте обсудим до начала на открытии. А почему ты думаешь, что он на Оборотень? Ребята, вы... Он опять пизданул. Ребята, внимание, пожалуйста. Вы все собираетесь наесться и заснуть. Вы в детском саду, скоро тихий час, а перед этим обсуждение. Арина, начнем с тебя. Открывай. Я хотел вопрос задать. Какой? Смотря какой. Что значит белая карта? Белая карта это Оборотень. Ага. Я Арина. Я наелась и держу. Все, всем спасибо. Улыбайся, смотрите. Пирдонян. Неплохо, неплохо. Жизненно. Вы можете также говорить, желательно, конечно, мафия вы или не мафия. Как вы планируете искать мафию? А. Тебе есть что добавить? Ну, я не знаю. Я, конечно же, мирный. Как искать? Я не знаю. Но мне кажется, что если Оборотень есть, то его лучше, типа, не убивать, получается. Потому что... Типа, меньше мафии, короче. Поняли? Вот. Спасибо, Арина. Спасибо, Арина. Аналитика от Арины. Минутка аналитика. Ивелон, пожалуйста, Вадим. Спасибо, Арина, что открыла стол. Ну, короче. Я рассказываю, как у меня было в садике. В садике я очень много дрался. Кидался едой. И когда был тихий час, я ложился к девочкам в пять лет. Ну, а что? Вот такой я был кудесник. Даша, если ты смотришь, привет. Короче, все было четко. Ребят, короче. Мага мне заруинил две игры. Поэтому я очень жестко горю. Мне первые две игры дали мафию. Теперь мне дали мирную. Потом мирную. Сейчас мы быстро выиграем. Потому что я рот ебал играть за мирных. Это очень скучно. Спасибо. Спасибо, Ивелон. Ира. Всем здравствуйте. Я Иришка. Воспитатель в данном детском саду. Наша группа называется Адуванчики. Не-не-не. Я мирный житель, не мафия. Все, у меня все. Адуванчик. Жди, я потерялся. Ира была в садике воспитательницы, где Ивелон был. Да. А вот тогда тебе такая пизда, блядь. Повел. Так, продолжаем. Илья, ты можешь к нам, пожалуйста, вернуться? Ты там рисуешь? В смысле? Я нет, я пишу, записываю записки. Там все такое. Все, могу говорить. Да, пожалуйста, поступайте. Идорья, да, решил порисовать, да, раскраски. В общем, всем привет. Меня зовут Илья. Для меня тут несколько игроков новые. Прошу вас сразу быть адекватными. Друг друга не перебивать. Внимательно слушать. Хорошо, спасибо. Кто говорит. Спасибо, Ивелон. Так, пройдусь быстренько по игрокам. Марина ничего не сказала. Очень плохо открыла стол по эмоционалу. Ивелон, как всегда, открывает стол. Нормально пошутил. Как ты сказал, хуйло? Тройка ничего не сказал. Я не шутил, я сказал правду. Да хватит, я попросил адекватно. Да мне попросил. Нет, говори, говори. Пошел нахуй. Хватит реально перебивать. Товарищ, я прошу дать замечание двойке. Я прошу дать замечание четверке. И мне. Ребята, ну... Ну все, все, я молчу. Ну все, ну Илюха такой нытик. Давайте реально без перебивания поиграем. Да, хорошо, давайте пропакетничать. Тройка ничего не сказала. Там хотя бы пару слов можно было сказать про 1-2. И Велон, мне кажется, более красный игрок. Три раза ему мафия точно, я думаю, не упала чисто по теории вероятности. Передаю слово моему Пупсику Гуровая. Let's go. Спасибо большое, Илья Пупсик. Что-то когда Илюха сказал, три мафии разу подряд не может попасть, Вадим вообще никакой эмоций не показал. О чем мне говорить? Вот так вот эмоции... Нет, я просто предположил. Нет, я просто предполагаю. Но, короче, Илюха сказал, как обычно, в первую свою речь сказал. Вот это то, что не перебивайте. Это, конечно, меня смутило. Но потом он хочет что-то высказал по столу. Сейчас мне понравилось, как Илюха сказал, более-менее. Вадим не сильно понравился по всей реакции, когда Илюха на него сказал, три мафии подряд не может такого быть. И он немного так лицо свое... Ну, эмоции свои скрыл. Не знаю, как объяснить, короче. Может, кто-то заметил, может быть, нет. Чисто мое предположение. А про остальные пока сказать не могу. Послушаю, что скажут другие игроки. Я пас. Спасибо, Каравайчик. Мага, слово тебе. Мне очень понравились Корабулькина. Меня зовут Мага. Мне 18 лет. Совсем недавно мне отправили в детский садик. С детского дома. Грубо. О, это кто сейчас... Это кто сейчас сказал? Замечание, замечание. Кто сейчас так пошутил плохо? Да, карточки сегодня такие будут. А штука где? Все, передаю короче... И он же на десятке. На семерке. Спасибо, Мага. Иван. Спасибо, коротко и быстро. Мага, коротко и быстро. Ой, Мага, ты это нехорошо сделал ночью. И твой вот этот смех после этого. Ну, я уверен на 99% что-то оборотни. Это не круто было. Пошел нахуй. Давайте кикнем. Сейчас буду смотреть, кто с тобой будет играть, чтобы выкупать наиболее черных игроков. Ну, все пока, кто сказал, понравились. Все пока понравились. Посмотрим, что будет дальше. Я обычная, как всегда, мирная карта. Играем дальше. Спасибо. Спасибо, Ваня. Дима Ликс. Если бы снова с кем играть. Я воспитатель. И сегодня будет серьезный разговор. Сам себя рассказывать. Он со вчера готовил текст. Рассказываю. Ситуация следующая, ребята. Она не очень вам понравится, скорее всего. Обратите внимание, как многие уделили внимание второму игроку. Это неспроста. Четверочка проговорила про двоечку. Пятерочка, шестерочка. Ну, шестерочка, семерочка проговорила про двоечку. Ну, все про двоечку что-то кинули. Я тоже вкину. Пока для меня он более серый игрок, нежели красный. По остальным, не знаю, понравился Илья. Илья всегда записывает. Мне нравится, когда, знаешь, все записывают. Это очень классно. Поэтому, поиграя с ним, Корабулька окраснился передо мной. Потому что я считал, что Мафия 3-5-11. Ну, просто так считал, что 3-5-11. Просто так. Короче, я пока не хочу запутывать. Болл играю. Ну, двоечка не очень нравится. Остальные более-менее сойдет. Почему? Что делать? Спасибо, воспитатель Дима Ликс. Паша, слово тебе. Всем привет. Меня зовут Паша. И я стою в очереди в ваш детский сад. Я мирный житель. Я так понял, у вас у всех уже огромное количество каких-то внутренних инсайдов, шуток и так далее, которые мне еще предстоит понять. Но если говорить по тому, что было видно за последнее... Ну, вот первое время сразу после того, как проснулись. Непонятно, если ты мирный житель, зачем вбрасывать столько всякой информации, чтобы попытаться запутать людей многоходовочкой. Поэтому мое подозрение падает на Эвелона, на двойку. Я так полагаю, что Илюха, кстати, все время что-то расклад какой-то дает по столу. И он при этом сказал, что Эвелон ни в коем случае не может быть мафией столько раз подряд. Я так полагаю, он всегда дает расклад. Но сейчас, мне кажется, он как бы подчеркнул, что надо попытаться хотя бы вначале снять подозрение. Так что это, возможно, еще Илья. А остальных я, честно говоря, еще пока не выкупаю. Я думаю, что Мага просто не смог сдержаться в силу возраста и юности, и брыдкости, не пошутить, не поймарить второй раз, когда все сказали, не делай этого. Поэтому это никак не влияет на его роль. Вот такое мое мнение. Больше пока наблюдений нет. Спасибо большое. Паша, ты записываешь просто? Спасибо большое, Паша. Наташенька. Да, я хочу сказать по поводу троечки. Потому что, ну, вы играли уже предыдущие с ней игры. Ну, я не знаю, на самом деле, как она ведет себя за мафию. Возможно, она, ну, как-то себя так повела, что, ну, что она, возможно, может быть мафия. Потому что, ну, не знаю, точно я не могу сказать, но почему-то она мне очень больше всего подозрительна. Мне не кажется, что Эвелон мафия, потому что, ну, я присоединюсь к мнению Иксайла, то, что это теория вероятности, там все дела. Но, возможно, возможно, то, что Эвелон мафии, вы все зря просто к нему сейчас внимание сейчас все уделяете. Но посмотрите также на других людей. Но я пока думаю, что Эвелон красный. Не знаю почему-то. Ну, все, я красная. Я дико извиняюсь, но по теории вероятности, один игрок может быть всегда быть мафией. Ну, нет. Поддержу, поддержу. Евгений. Как она справится сказать, да, это так. Ну, я говорю просто-просто. То, что если это типа два раза мафия была, ну, третий раз, ну. Не волнуйте вас, можно, да? Нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. Я просто говорю, о, боже, что. Я вам дам еще минуту общего. Я тоже просто вам, ну, подсказаю. Это просто как уточнение? Это 25% или сколько? Так же Мага ничего не сказала. Это просто как уточнение, но это, ну. Он сразу, он сразу, он сразу, он сразу передал, ну, как-то. Нет, шансов 33%. Ну, дайте мне сказать, блин. Договаривай, пожалуйста. Не знаю, я говорю, это что-то. Вадим, Каравай получается для меня, ну, красный, нежели чем черный. Вот, что. Что? А фасткилл очень мало сказал. Ну, мне кажется, ладно, Арина там нормально открыла стол плюс-минус. Какой хуя себе? Фасткилл вообще плохо открыл стол. Вот вообще плохо открыл стол. Типа ты даже вообще ничего не сказал ни по столу, ни по людям. Про себя ничего не сказал. Ты сразу передал ход семерке, поэтому у меня пока подозрение 6-3. Все. Спасибо, Наташа. Спасибо. А это уж с проч на общем, Дима. И Эдгар, пожалуйста, закрывай шпрот. Здорово. Приятно познакомиться. Здесь супераналитика уже с первого хода пошла. Мне очень понравилась логика игрока под номером 9. Развожу все по фактам. Очень сложно с первого хода вот такую глубокую аналитику какую-то. Ну, ладно. Тем не менее, я мирный. И мне кажется, что там сверху какая-то синергия пошла. Где-то что-то веет таким. И между номером 2, 4. Вот где-то там. Ну, в общем, посмотрим. Спасибо. Спасибо, Шпрот. У нас общее. Короче, мне понравилось, что с самого начала, с самого начала были люди, которые четко назвали в первом ходу мафию. Вот это прям идеально. Красава, Каравай. Илюха сразу на меня подкинул, что я более-менее серый. Мага согласился. По поводу того, что говорил Ликс про Ваню. Ваня, во-первых, не согласался, что я мафия. И так же самое Паша. Девятка. Просто сразу с первого хода расписал всю мафию и сидит довольный. Наелся и спит. Я сказал, что слава вилона. Ты сказал два. Ты сказал две мафии. Ты сказал две мафии и других не знаю. Ну, типа, с первого хода настолько уверенный в себе. Я говорю, что... Мне показалось, что ты мафия, потому что мне не понравилась твоя мимика. А зачем? А что мне реагировать? Он говорит, он сказал, он сказал, типа... Видите, он перебарит, я не могу сказать просто, что... Так это общее. Смысле, это общее. Я знаю, я уверен. А мы сейчас можем все вбрасывать, да, все время? Да, это общее. Дима, я не знаю, что ты взял, следил ты заиграл или нет. Я не говорил, что я за двойку играю. Сказал, мне просто верхний ряд нравился. Все, такого точно не было. Меня это не очерняет? Мне нравится, как на меня гонит каравай. Вадим, как ты че? Слушайте, вы же все прекрасно знаете. Гонишь, все прекрасно знают. Вы на первом раунде. Вы же знаете, что на первом раунде не может быть точных каких-то обвинений. Могут быть только догадки. Я могу точно назвать мафию, это Дмитрий Ликс под номером 8. Я хотел сразу, что мне не понравилось, Вадим, потому что он профессионально воспринял не так. Мне еще показалось, что Генсуха что-то там начала прощупывать почву. А как я воспринял информацию о том, что... Да, да, она... Мы не думаем, что Генсуха, может быть, кто из них мафия. Как я должен был воспринять, Вадь? Скажи мне, пожалуйста, что он сказал теорию вероятности. Причем это теория вероятности. Я могу быть три раза мафию без проблем. Можно одну мысль скажу? Как Генсухе могла понравиться речь Дениса, если Дениса просто наелась и пернула? Воспитатель, я не сказала, что мне понравилась ее речь. Кто-то сказал про Арину тебя. Сейчас меня убьют. Ты сказала. Я сказала, она не такая хуёвая, как у тебя. Ты сказала, что тебе приятная встреча Арина. Я сказала, она не такая хуёвая, как у тебя. Да, мои господа, спят. Тихий час. Доктор, меня сейчас убьют. Что вы с таким интересом начали первую партию. Ну, действительно, очень круто. Ребята, 9 часов. Вторник. Очень попрошу вас не материться. Ну, максимум, там, пару матюков, окей. Не подряд, ладно? Спасибо большое. Так, все спят. Ой, блин, а вы микрофон-то выключили, чтобы не... Так, ладно, все, все спят. Просыпается мафия. Мафия. Кого будем валить в этот тихий час? Жду единого решения. Кто же это будет? Мафия в детском саду. Маленькими пальчиками принимает решение. Кто же это будет? Мафия сделала выбор, засыпает. Просыпается комиссар. Комиссар, доброе утро. Комиссар выполняет проверку и засыпает. Доктор, ваш выход. Кого будем лечить? Доктор делает выбор и засыпает. Утро. Утро, все просыпаются. Утро, утро, новый день в детском саду. Поздравляю, у вас вчера забрали всех из детского сада, но вернули не всех. Ариночка не проснулась. Я так и знала. Без последнего слова обсуждайте. Арина, звали. Так, у меня вопрос к Диме, я хочу понять. Либо, Дима, ты немножко растерялся? Короче, смотри, я могу поставить пять сабок тоже на то, что ты говорил сначала, что якобы я играю с двойкой, такое было. А потом ты говоришь, что ты такого не говорил. То есть я сейчас хочу пытаться... Да, это для меня важно. Для меня ты красный игрок или черный? Я хочу понять. Ты ошибся просто? Не следил? Ну, просто ошибся. Я хочу считать меня любым игроком, я пока с тобой не играю. Я это спрашиваю тебя, хорошо, ты с тобой не играешь. Я красный, пусть красный будет лучше, чем черный. Что? Безумно можно быть... Не знаю, я уверен, что каравай и красная карта, но он топит меня, типа, просто так. Бать, не, я не топлю, я скажу. Можно скажу просто про Вадима? После того, когда Илюха сказала, что ты третий раз в теорию вероятности не можешь быть мафией, ты эмоцию скрыл свою, и после того, как я на тебя нагнал, у тебя лицо просто колоссально изменилось. Да я не скрыл эмоцию, я послушал и всё про теорию вероятности. Да я обалдею, когда играю за мафию, мне нравится. Двоечка, какая у тебя версия по игре? А с чего вы взяли, что двойка, все предыдущие два раза был мафией? Потому что он так сказал? Нет, тут точно не сказали. В смысле, не, так вы говорите. А зачем мне было врать? Я был два раза мафия. Да зачем вообще берете за это? Беритесь за эту игру, какая разница? Причем вот это? Рассказываю, тогда рассказываю. Хотите расклад, будет расклад. Почему шестерка неожиданно сказал, что я мафия? Ладно, семерка могла подумать, что я мафия, потому что я там, ну, просто чувствовал. Так он просто так и сказал. Ну, он так это сказал, знаешь, Мака, когда маркирует игроков. У тебя отвратительный ход был. Дима опять, блядь. Взял меч в правосудии и начал хуярить просто по столу, блядь. Лик, я тебе объясню. Ты говорил, что ты играешь с двойкой, а потом ты говоришь, да, он черный игрок. Хорошо, можно мы потратим эти несколько секунд, чтобы поговорил номер под номером три? Пожалуйста, можно хоть что-то услышать за эту игру? Ириша? Да, конечно, вы просто все что-то кричите, перебиваете. Это общее. Вот, даже сейчас перебиваешь. Ну, я не знаю, честно, на самом деле, я играю с семеркой, мне нравится Ваня, он следит за игрой. Вот, с ним я точно играю. Потом играю с четверкой. Да, с четверкой играю. Потом, короче, с кем я еще играю? Играю с девяткой, вот, и все, пока остальным не доверяю. Ну, это мое мнение. То есть тебе нравится, кто более прошаренный так смотрит, да, я так понял? Ну, в возрасте. Да, у кого взгляд такой, знаешь, убедительный. Мага, мага, ну ты. Паша, а кто тебе не нравился, я и кто еще? В возрасте. Я в самом начале сказал, что у меня был вопрос к тебе, у меня был вопрос к Илюхе, потому что он проводил статистическую эту историю. И у меня, ну, больше у меня, я не успел по-другим ничего понять, потому что я не так хорошо вообще понимаю реакцию. Ну, посмотрите. На первом ходу тебе было хорошо. По поводу двойки, двойка вообще никого не обвиняет, ну, никого не считает подадимой. Я говорил, что, я говорил, я говорил, я говорил, что мне не нравится. Я скажу, я скажу с самого начала. Не успеваем, да? Внимание, по очереди. Я первый, да? Да, Вилон, ты начинаешь первым противоположным. Короче, смотрю, мне не нравится ход Димы Ликса, первый. Его вот это вот опять массовое поражение всего стола. Мне не очень понравилось, как поговорила троечка. И я опасаюсь девятки. Девятки я опасаюсь, потому что он с первого же стола, он дал довольно такой, знаете, он так сидит уверенно, все записывает и дает такую прям четкую, как это сказать, блядь. Картинку. Да, спасибо. Четкую картинку. У меня просто словарный запас ноль слов, извиняюсь, там одни маты. Когда Дина говорит, что нельзя материться, у меня просто, у меня ад в голове. Я не могу переваривать информацию. У меня после каждого слова идет мат. Рекалкулейтинг, рекалкулейтинг. Короче, я бы поиграл с семеркой, правда, на этом ходу. Эдгар, мне кажется, еще красной карты, я поиграл бы еще с ним. И с Илюхой, с четверочкой. И еще пять, уверен, сто процентов красная карта. Не знаю, почему у меня топит, но поэмоционалу, окей. Базара ноль. Но пятерка сто процентов красная карта. Выставлю восьмерку. Ага, восьмерочку. Дима Ликс, пожалуйста, руку. Когда запишешь, когда потратишь ее на запись, да. Я сказал, у меня есть версия очень хорошая. И вторая урока, спасибо. Спасибо, Вадим. Ира, слово тебе против кого-то и почему. Сложное решение, очень сложное решение. Я в такой мафии просто первый раз играю, что так, этот черный, этот красный. Нет, этот говорит так, нет, этот говорит вот так. Ладно. Игра по-своему, Ира. А как по-другому? Вот. Просто здесь, на самом деле, я только знаю Наташу и Ваню, только с ними я играла в мафию, все остальные для меня незнакомые люди, вот. И как бы с первого раза очень сложно понять, кто из них черный игрок, а кто из них красный игрок. Но, не знаю, я бы выставила двойку. Да, я бы выставила двойку, потому что он что-то кричит, орет. Я всегда так делаю. Вот как-то вот, он очень сильно паникует, очень сильно паникует, и, ну, как-то неуверенно себя чувствует. Если он был бы мирным жительным, сказал, окей, давайте, выставляйте, ну, типа, вы проиграете из-за этого. Ну, вот, в основном, когда так говорят, это краски и мафии. Ну, нет, не всегда. Вадим, не перебивай, пожалуйста. Поэтому я голосую против двоечки. Спасибо, Ир, поняла. Илья, слово тебе. Так, по поводу тройки могу сказать, типа, ты редко играл в мафию? Ну, типа, сколько раз примерно? Ну, раз десять где-то. Ну, я понял. Ну, просто, типа, ты иногда выкидываешь такие фразы, типа, из серии, ну, вот, идет общее обсуждение, все говорят про что-то, что-то свое, кого-то других, и ты резко выкидываешь фразу, вы не думаете, что Генсуха может быть мафией. Так лучше не делать, это очень сильно тебя очерняет, но, мне кажется, в связи, ну, может быть, какой-то неопытности, я думаю, что ты сто процентов красный игрок. Вадим, я сразу, ты когда на нулевке, ну, типа, мы обсуждали, ты говорил то, что я против тебя ходил, хотя я назвал тебя более красным игроком, так, чисто просто по игре. И мне очень не понравилась фраза одиннадцатого, когда по нулевке мы, типа, говорили, тебе нужно, ты закрываешь стол, и тебе нужно, типа, разложить по столу, а ты вместо того, чтобы сказать, там, по эмоционалу что-то или что-то другое, ты говоришь, опираясь на синергию, что-то сверху там точно мафия, типа, ну, никаких фактов. Ты закрываешь стол, ты выслушал всех, ну, дай какие-нибудь пару слов. Я бы тебя выставил, но, типа, чтобы послушать, но, я думаю, смысла нет, у тебя будет еще минута. Так, наверное, для меня сейчас самый черный игрок, это восьмерка. То есть, оставляешь, как есть, Илья? Да, оставляю, как есть. Голосовать, наверное, буду против восьмерки. Спасибо, Илья. Каравайчик. Так, ну, короче, значит, Илюхи, Илья, ты говоришь то, что Эдгар сказал мало. Эдгар, ты же первый раз играешь, просто покажи на камеру, да? Или ты уже много раз играл? Нет. Шпрот, играл? Много. Он завис как раз в этот момент. Я думаю, он не завис. А, так, Эдгар выкинул из лица, по-моему. А, блядь, сейчас. Блядь. Нам в ФК, походу. Он-то все время не слышал, да? А он что, пропустил речи, получается? Алло. Шпрот. О, да. Что последнее ты слышал? Я последнее слышал игрока 4, начало, ну, там. А. Ну, ладно, ну. А, нормально. Ну, он там, короче, сказал то, что ты плохо закончил стол первый, ты должен был сказать что-то по столу общему. Ты не первый скажешь. Да, ты сказал, опираюсь, типа, на синергию, думаю, что сверху что-то черное, типа. Ты про меня и проявил, он сказал, то, что, типа, опирайся. Не знаю, тебе нужно в конце просто на будущее, типа, когда ты говоришь, типа, последний, ну, то есть в столе, то тебе прям максимально нужно разложить. А, типа, не просто там вот кидывать что-то. Первого года разложить мне нужно? Ну, да. Не, вообще сказать, ну, типа. Версии, версии накидать. Просто, просто... Блин, ребят, вообще не нужно. Экзайл, на самом деле, ты уже вроде с нами поиграл, ты уже должен был немножко отойти вот от этой онлайн-мафии. Да, да. Тут абсолютно все могут по-разному играть. Я про это говорю. Никто тут никому ничего не должен. То есть игрок как считает играть, так играем. Мы же тут все фуфан играем, по идее, да? То есть я тоже могу сидеть душно тут все раскладывать и так далее, но это немножко не то. Потому что было весело. Да, да. Короче, четверка и пятерка мафия, и они, короче, хотят сейчас выставить. Мы до тебя еще не дошли, подожди, сейчас кровать человек говорит. Я хочу тебе красные карты выставить. Ты для меня полностью серый игрок. Я не знаю, ты ничего не сказал вообще ничего в прошлом ходу. Ты на какую-то энергию. Давайте поэту. Так я должен разговаривать. А, понял, понял. Ну, в общем, короче, мне понравилось, мне нравится очень сильная речь сейчас Ване, потому что Ваня как-то по-другому играет. Мне безумно нравится, как он играет. Не знаю, будет он со мной играть, нет. Но этот кон я хочу выслушать сейчас его. И мне очень понравился Паша Рикиди. То, что он в первом ходу сказал. Я еще послушаю то, что он во втором сейчас скажет. Насчет Вадима. Я не Вадим, тебе не душу. Мне просто не понравился твой эмоционал. И я это высказал, типа. Я не говорю, типа, просто стол там подхватил кто-то. Может быть, кто-то... Это выгодно мафии, если он мафия, ему выгодно подхватить мою речь и затопить себя. А, еще, кстати, мне почему-то не сильно понравилась Генцуха. Ну, вот чисто мое мнение, мне не очень понравилось то, что она сказала. Она как-то запиналась. Короче, не знаю. Чисто мое мнение, пока что для меня Генцуха более серый игрок. Фаша для меня сейчас красный игрок. Ваня тоже красный игрок. Остальные все серые. Все, я пас. Так, а будешь кого-то поднимать? Нет, все, кто выставил. Ну, сейчас выставлены у нас два волоса. Да, я ее садю. Окей, спасибо, Каравай. Мага? Здравствуйте всем. У меня есть вопросы против Генцуха была. Против два лайки, что ли, нет? Не, она говорила, что я у нее красная. Ой, в смысле черная, под подзрение. Ну, короче, на самом деле, как мне кажется, что просто, что Генцуха вначале говорит, что первая, типа, была хорошая речь, хотя она ничего не говорит. Что восьмерка проебался с фразой своей. И восьмерка, восьмерка и тройка. Мага, нельзя. Извиняйся, пытается просто сейчас слить тебе он, как все я вижу, на самом деле. Сори, сори, я скоро выпал, я сам смог зайти, извините. Аликса, номинировали или нет? Вы все можете сами заходить, извиняюсь. Я буду номинировать тройку. Спасибо, Мага. Ваня? Ну, что я могу сказать. В общем, у меня пока наиболее всех черный игрок это Дима Ликс. Я уже озвучил почему. То есть, ну, он странно говорил, ну, он не следил за игрой, говорил, что я говорил там что-то про двойку с ним играя, такого не было. Я его спросил, почему ты не следишь, или ты ошибся. На что он, типа, сказал, да ты черный, ну, типа, мне, я больше красный. То есть, не надо передо мной, тебе не нужно передо мной оправдываться, если ты считаешь, что я черный. Тебе нужно играть с остальными, раз ты считаешь так черный, а ты не захотелся в красном свете выставить. То есть, тебе как будто бы все равно, я не понимаю. Это странно. Такая позиция странная, как минимум. И поэтому, ну, я лучше с тобой не буду играть, чем буду с тобой играть. По поводу тройку, я на нее не буду голосовать, не потому что она сказала, что она со мной играет. Потому что я с Ирой уже играл, и она за мафию больше такая веселая, задорная. А тут она больше нейтральная, так что я на 90% поверен, что она красный игрок. То есть, для меня показать за столом это 8 точно черный, ну, не точно, больше. Даже если он и красный, то он сыграл как за черного. Вот я так скажу. Это неправильно. Зачем тогда так играть, Дим? Это странно. Так что для меня на голосование оставляю восьмерку, тройка красная. Вот все, что я могу сказать по столу. Спасибо. Спасибо, Ваня. Да, я на всех случаях напомню, что мы не смотрим в чат, ребята. Никто не смотрит в чат. Так, Дима, Лик, слово тебе. А как нужно, чтобы не вылетать? Мышкой двигать. Иногда хотя бы. Семерка прицепился ко мне и не отпускает. Но бог с ним. Короче, десятка говорит, что точно пятерка я буду играть. Типа, норма. Пятерка нормальная. Двойка говорит, что пятерка нормальная. Но дело выходит, что пятерка, наверное, нормальная. Поэтому я поиграю с пятеркой. Потому что между двойкой и десяткой для меня есть мафия. Почему-то у меня такая версия есть. Я буду играть с Пашей девяткой. Мне не поразнивает, как сыграла четверка, говоря, в конце я поднимаю тройку и буду против него голосовать. такая вкинула, типа уточнила. Я буду против него голосовать, словно намекая, как будто мафии против кого голосовать. Но есть такой вот. Знаете, был такой осадочек остался. Просто обратите внимание на это. Одиннадцатый игрок, у него сначала двойка-четверка там была, а сейчас четверка-пятерка такая для тебя черная, да, игроки? Ну да. Это просто было... Эдгар-Эдград, вич, когда тебя дает. Для меня просто пятерка красная. В общем, не знаю. На данном этапе нужно решать между двойкой и десяткой, на мой взгляд. Для меня это вот два игрока, между которыми точно есть мафия, и нужно по ним выбирать. Четверка, я говорю, четверка. Я обратил внимание... Ты будешь кого-то поднимать, Дима? Четверку я подниму, пускай скажет четверка. Илья, пожалуйста, руку. Спасибо, Дима. Паш, слово тебе. Ох. В самом начале я сказал, на кого у меня были подозрения просто по первым реакциям. Сейчас бы я хотел сказать, на кого у меня наименьшее количество подозрений. Это пятерка и одиннадцатый. Я считаю, что это красные игроки. Ну, потому что я сейчас вижу. Значит, объективно, Ликс, ты что-то там странное сморозил и запутал всех. Ты это сам прекрасно понимаешь, да? Мне кажется, что при этом, я склоняюсь к тому, что Ликс мирный житель. Возможно, с ролью. Это, правда, не знаю, насколько нам надо наводить на мысль такую. С ролью, но мирный. Это значит, что нам надо его беречь и ночью его надо спасать. Вот. И еще мне кажется, что... Сейчас, секунду, я записал. Каравай сказал такую вещь. Когда все накинулись на Авелона, в том числе и я, он сказал, что иногда мафия, это бывает выгодно, зацепиться за какую-то фразу. Это очень такая позиция, в которую можно поверить. Ты поверил в нее и более искренне за это топишь. Вот мне кажется, мне кажется, что Ваня, инсайдер, как бы очень сильно зацепился за эту штуку Ликса и для него это был аут. Он такой тип из серии. Ну все. Как бы это гарантированно, я сейчас его хлопну. Ну, мое такое мнение. То есть для меня вопросы есть к Ване. Просто понаблюдаю. Я пока еще с вами не играл. Вот, наверное, это все, что я могу пока сказать. То есть, 5-й, 11-й, это красные. Второй, по-прежнему у меня под подозрением. Четвертый под подозрением. Теперь попал седьмой. Восьмой ушел из подозрения. Тоже красный. Вот остальным. Поднимешь кого-то, Паш? Я бы... Ну уже, за кого я хотел поднять, уже подняли. Вилон уже выставили, да? Поэтому для того, чтобы просто послушать аргумент, я бы назначил, выставил седьмого, Ваня. Ага, спасибо, Паш. Наташа? Ну вот то, что я сказала про Иришку, она полностью для меня окраснелась. Не знаю почему, потому что... Ну, не знаю почему, потому что... Потому что она все говорит четко. Она сначала окрасняет своих игроков, то есть она говорит, с кем будет играть. И то есть, если она кого-то обвиняет, она подкрепляет нормальные аргументы, то есть все четко по столу. То есть она кинула в двойку и там сказала, по-моему, что... Я не запомнила. Короче, мне кажется, что тройка полностью... Блядь, меня сбивает. Честно. Меня заебало. Что такое? Все же молчали. Да сбивают, они все ржут. Так а что нельзя смеяться? Это эмоции, блядь. Ебать. Никто не сбивало. Ты вообще охуела. Я не знаю. Рики Диннику... Ничего слышно не было. Да, конечно. Я лично... Я хочу... Ну, вы... Вы у меня какие-то страны, типа... Кто... Ну, я пытаюсь говорить, Каравай начинает ржать. Типа... Каравай вообще молчал. Виноват Каравай. У меня даже микрофон... Ржал мага. Я хотел сказать... Я хотел сказать... Также эксайл вопрос. Также сказал, ну, про Иришку. Также сказал, про Эдгар... Я не поднимаю тебя. Я не понимаю. Так меня подняли уже. Кто-то сказал про тройку и одиннадцатый... Ну, ты, получается, сказал про тройку и одиннадцатый и начал топить Бликса. То есть ты про него ничего не сказал. Ну, это для меня подозрительно немножко. То, что ты ничего не сказал в тройку... Восьмерку, получается. Вот. И Каравай для меня окрасился, потому что он также в Эвилону начинает говорить. И, то есть, спорить с ним. И он какой-то, ну, прям серьезный. Не знаю. Эвилон не так себя ведет. Рики Динни, мне кажется, он красный фул, потому что он нормально играет. Но все. По факту, я сейчас буду играть с Иришкой, с Рики Ди точно. Так вот поднимешь, Наташ? А Эдгар, Эдгар, пусть поговорит Эдгар. Я не знаю. У него очень минута есть. Зачем его поднимать? Ну, пусть говорит Эдгар. Пусть говорит Эдгар. Окей, поднимаешь Эдгар. Спасибо. Спасибо, Наташа. Так, Шпрот. Слово тебе против кого-то и почему? У меня все крутится. Идея, почему могли не вернуть в садик Арину, я никак не могу понять. Но я пытаюсь. Второй игрок Тихий вдруг встал. Ничего не могу прокомментировать. Третий. Она всегда подозрительная, но я ничего не хочу сказать, но просто странно, она тоже ведет себя. Четвертый. Волнуется постоянно, постоянно выбирает какую-то красную карточку, это очевидно. Ну, просто подтверждаю, тоже заметил. Пятый. Да, нет вопросов. Мне кажется, что он мирный. Шестой тоже мало говорил, хрен его поймешь. Ваня спорил с Ликсом, совершенно не показалось это как-то странным. Они, он просто пытался выяснить, пробить поляну. Не показалось мне это подозрительным. Восьмой. Ну, просто активная аналитика какая-то, пытается растормошить, наверное, на что-то, чтобы кто-то, нет такого. Девятый, ну вот, хз, хз. Поначалу он прям так нейтрально, вроде, а сейчас даже такую полуагрессивную позицию занял. Десятый номер очень странно пробивал с самого первого хода по, как-то странно себя вел, пробивал, чё-чё поляну. И потом кукол сережка принес подудить. Да, выставлять, я бы выставил игрока номер 4. Он уже выставлен, или я уже выставлена? я понял. Ты можешь поднять кого-то, кто ещё не выставлен. Ну, десятый вроде не был выставлен ещё. Наташа не была. Против Наташ тогда. Спасибо, Эдгар, спасибо. Руки повыше, пожалуйста, кто выставлен. Руки как следует поднимите. Отлично. Все, кроме Каравайчика, Маги и Паши у нас в номинации. Сейчас у каждого из вас будет 20 секунд оправдания перед тем, как мы перейдём к голосованию. Приготовьтесь, Эвелон, начинаем с тебя. Твои 20 секунд. Короче, самое, самое начало. Рассказываю вам. Всегда, в основном, я играю на цифре 2. Первый всегда открывает стол хуёво. Я, чтобы задать вам эмоционал и настроение, ой, плохо, точнее, Дин, извини, я всегда пытаюсь что-то сказать, весело, интересно, и потом меня за это навтыкают. Навтыкал весь стол, а потом говорят, ну, что-то он, ну, как-то, ну, послабее стал, что-то. Ну, паточки. Паша очень, так, жёсткая игра. Благодарю, Вадим. Ну, я бы твою мать, ну, я не успел. Мерси, да, Накишон? Так, Ира, твои 20 секунд. Ребят, я не мафия, я мирный житель сто процентов. Вот, единственное, не знаю, я бы к Наташи присмотрелась, потому что мне всё-таки кажется, что Наташа более чёрный игрок, особенно после этого мува, когда она вначале сказала, что я у неё под подозрением и я у неё чёрный игрок. А потом, когда я сказала там свою речь, она говорит, что я красный игрок. Спасибо, Ира. Мне кажется, что Наташа красный игрок. Ира. Илья, твои 20. Ну, вообще-то, Дим, я высказал сначала по столу. Мафия, это не только та игра, когда нужно найти мафию. Мафия, это ещё та игра, когда нужно найти красных игроков. И в первую очередь я хочу найти союзников, с которым играть. А восьмой я выставил, во-первых, потому что у меня закончилось время, и ты для меня самый чёрный игрок на столе. Поэтому я так считаю. И поэтому я выставил. Спасибо, Илья. Твоё время снова закончилось. Спасибо. Ваня Инсайдер. Я отвечу, я номинирован был игроком номер 9, отвечу на его вопрос, почему же всё-таки. Я красный, я слежу за игрой. Для меня было важно, что Дима не фопат играет. Обычно он более как-то, ну, не сыпется так. Поэтому он для меня более чёрный игрок. И правильно отметил четвёртый игрок, что важно играть красных игроков, искать. Сколько Дима искал красных игроков за всю игру? Вспомните. Ему это не было интересно. Он сгущал кучу на мне в основном. Спасибо. И вот сейчас Дима, который ожесточённо жестикулирует, таки скажет нам ртом. Давай. Ну, я считаю, семёрку-четвёрку мафии, потому что четвёрка голосует... Вообще, я не про восстановление сказал. Ты сказал, что будешь голосовать против меня. Семёрка меня топит. Продолжает меня топить, хотя я нашёл пятёрку красного игрока. Я сказал, что между двойкой и десяткой для меня есть мафия. Возможно, сейчас я не знаю, но скорее десятка может быть, потому что они вдвоём маркируют пятёрку. И это было бы крайне странно. Девятка для меня красный игрок. Я тоже это сказал сразу. Благодарю, Дима. Спасибо, Дима. Что за бред? Спасибо. Спасибо, Дима. Спасибо. Паш, так, Паш, ты не в номинации. Наташа, пожалуйста. Ну, я же тебе сказала на первом столе, что я не могла точно сказать, Ирин, что ты мафия или нет. Я просто тебя окраснила, что ты для меня стопроцентно красной карты, как кровай. Типа окраснился, когда я начал говорить на Эвелона. Я ничего не говорила, что, типа, там, защищала, или говорила про кровай, там, то, что он плохой. То есть, Дима, я не знаю, что ты говоришь про это, то, что я говорила, что там кровать для Наташи. Спасибо, Наташа. Спасибо. Спасибо. Как он вкидывает в меня? Благодарю, Наташа. Спасибо большое. Эдгар. Эдгар, оттвоев. Очень странно, что пали на меня подозрения, потому что я абсолютно пассивно вел себя, следил за столом, так как я новенький. И очень странно, что на меня пали подозрения. Я бы присмотрелся к этому, потому что, видимо, выбивают здесь каких-то вот жертв, чтобы пропалить поляну. Вот и все. Спасибо, Эдгар. Пропалить поляну. Итак, сейчас мы знаем, насколько поляна пропалена. Еще раз поднимите руки, чтобы все увидели, против кого можно голосовать. Итак, в номинации 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11. Сосредоточьтесь. Голосовать нужно обязательно. И только один раз. То есть вы обязательно против кого-то поднимите руку. Опустите сейчас все руки. Опустите. И поехали. Дима, опусти. Дима. Спасибо. Ты хоть тут шлеп. Поднимите руки, кто против Эвилона. Номер 2. Раз. Два. Три. Три руки. Три пальца, пожалуйста, Вадим. Спасибо. Кто против, Иры. Номер 3. Раз. Два. Три. Ни одной руки. Кто против Ильи Иксайл. Номер 4. Раз. Два. Три. Один палец, пожалуйста, Илья. Кто против Инсайдера Вани. Номер 7. Раз. Два. Три. Один палец. Спасибо. Спасибо. Кто против Димы Икса. Номер 8. Раз. Два. Три. Это сколько? Это Две руки, правильно? Да. Две. Ваня. Так, мага. Два пальца, пожалуйста, Дима. Два пальца. Кто против Наташи Генсухи. Номер 10. Подожди. Как два? Три пальца. Что в третьем? Два у тебя пальца. Четыре. Четыре не голосовал в тебя. Я голосовал, голосовал, голосовал. А, голосовал? А, голосовал. Я не заметила. Ты просто один вот так палец держал. Спасибо, Дима, за честность. Ты молодец. Кто против Наташи Генсухи. Номер 10. Раз. Два. Три. Ни одного пальца. Кто против Шпрота. Раз. Два. Три. Наташа на руках. Один палец. Один палец. Что, а я голосовал или нет? Нет. А давайте пересчитаем пальцы. Поднимите все пальцы. Ты не голосовал. Ну, значит, твой палец уходит в Шпрота. Нет. Это что это? Нет. В смысле, давай тогда переголосуем просто. Последнего есть. Скажи, в кого. Я против Димана. Против Димана. Я, по-моему, голосовал же, нет? Я же показывал. Нет, ты сидел с пальцами. Но сейчас у нас поровну. Сейчас поровну у Эвилона и Димы Ликса. Сейчас поровну у Эвилона и Димы Ликса. И вам дополнительное время дается по 20 секунд высказаться. Короче, я просто залип. Я просто залип. Я голосовал против Димана. Ты учитываешь переголосование двойки или нет? Я не понял. Нет, в смысле. У Димы было три голоса. У меня было три голоса. Я голосовал за Димана. Ну, типа, я не знаю. Ты не димал руку просто. Ну, я же показывал вот так. Смотрите, здесь. Я сидел. У меня просто три пальца типа были. Я показывал. Окей, окей. Если что-то не по-моему, не засчитываем это в Диму? Либо мы сейчас в Диму. Ну, я против. Ну, я Димана выставлял. Я Димана выставлял. Я Димана выставлял первый. Ребят, подождите. Нет, нет, нет. Не надо. Нет, нет, Дима. Не тормитесь в четыре рука. Мы уже играли несколько раз. Если вы, ну, тормозите, то уходит в последнего. Ну, вроде так всегда уже в последнего. Нет, он заголосовал. Нет, я хотел. Я типа хотел заголосовать. У меня возможно было вот так. И типа. Ну, я вот так вот делал. Я видел вот так сидел. Нормально. Базар у ноги. Я держал вот так. Я видел. Уходит по правилам в последнего. Получается, это три. Переголосование. Сейчас все решится по правилам. Хорошо, хорошо. Давайте так. Ну, все, хорошо. По последнего. Так, готовы высказаться? Да. Пожалуйста, Вадим. Короче, мне очень нравится то, что на меня топит девятка. Окей, по пятерке я понимаю. Он сказал по эмоционалу. Но мне кажется, девятка здесь более черная карта. И просто его никто не замечает. Он играет, он все записывает. Делает тактические ходы. И, ну, я знаю Пашу. Он довольно-таки умный чел. И, как бы, типа, я прям уверен, что девяточка это такая более черная карта. И также, Диман, я вообще не понимаю. Ну, типа, блин, это очень странно. Спасибо. А сейчас Диманик скажет. Девятка вообще особо не топит на двойку. Что это? Откуда эта инфа вообще пошла? Да какие? Только ты сейчас против меня голосовал, переключился на девятку. Нет. Я сказал. В смысле? На тебя? Девятка в начале сказал, что ты подозрительный. Все ходы. Все ходы. Вы по очереди говорите. Ребят, все просто. Ребят, все просто. Все просто. 4, 6, 7, 4 голосовали против меня. Если есть комиссар, проверьте. Не знаю, четверка, четверка мафия. Там шестерку, семерку. Я не знаю, либо вместо шестерки двойку. Спасибо, Дима. Спасибо. Благодарю, Дима. Благодарю. Просто посмотрите. Да спасибо, елпал, Дима. Все, приготовьтесь. Смотрите, голоса Вадима и Димы уходят друг в друга. Друг в друга. Сейчас вы голосуете либо против двойки, либо против восьмерки. Итак, поехали. Кто против Ивелона номер два? Поднимите руку. Раз, два, три. Это раз, два, так, ну, Дима, ты не поднимаешь. Так, три пальца Велон. Голос Ликса не считается, потому что и так автоматом идет. Кто против Ликса? Поднимите руку. Раз, ну, соответственно, все остальные, да? Сколько это у нас? Это пять голосов против Димы Ликса. Последнее слово, Дима. Ну, ребята, я не знаю, вы не следите за столом. Вы смотрите, кто-то, за кого вкидывает руки. Я красный игрок. Я не знаю, почему Вадя неожиданно переключился на Пашу. Паша на него вообще не топит. Подверяйте либо двойку, либо четверку, и после этого раскручивайте цепочку, кто мафия. У меня все. И с этими словами Дима Ликс умирает. А вы выключаете микрофоны перед ночью. Обязательно выключаете микрофоны и засыпаете. И засыпаете. Все, полная тишина вообще. Суперполная тишина. Да, ночью ничего не показываем пальцем, ничего, просто сидим тихонечко. Просыпается. Просыпается мафия. Итак, кто это будет? Кто же это будет? Итак, это будет. И мафия засыпает. Пробуждается комиссар. Комиссар засыпает. Выход доктора. Кого лечим? Доктор делает свой выбор и засыпает. Утро все просыпаются. Все просыпаются. Все, да не все. Маленький художник Илья Эксайл не проснулся. Обсуждайте. Я вообще не понимаю, почему так на голосовании все поменялось. Ведь были какие-то... Пали какие-то подозрения на четверку, потом... Ну и... И почему... И почему умер четверка? И почему умер четверка? Странно, что резко все поверили... А, стоп, у нас оборотень еще есть. Мне понравилось. Да. Карава, ты очнулся, конечно. Я еще сам в начале игры все озвучил. Ты тоже следи, пожалуйста, за игрой. Странно, что резко все поверили Караваю. В том числе и... А что странного мага? Что странного? Не, он очень-то, он очень. Я считаю себя красным игроком, и под конец все резко поверили тебе, что ты резко стал для них красным. А почему я не могу быть красным? Просто объясни мне. Так, я говорю, что мафия просто свое мнение поменяла. Я не понимаю, почему никто не смотрит на девятку? Почему никто не смотрит на девятку? Он играет довольно тактически. Он играет тактически. За мафию это наоборот, это идеальная мафия. Тактический игрок, который делает тактические ходы. Я думаю, что мафия строит из себя ложков чаще всего. Парни, смотрите. что паша не тот человек я знаю пашу о чем речь кстати знаете что заметил мало того что она попыталась меня сли так арину почему она ничего а какие-то рандомные люди уходят почему-то здесь точно какой-то или неопытная мафия или что я не понимаю абсолютно какие-то жертвы уходят хорошо почему сейчас умер четверка не понял честно говоря это меня конечно вообще с толка сбила максимально посмотрите девятка девятка сбил столку и позвольте мне сказать если есть время сейчас восьмерка мы думаю что он был все-таки черным игроком он сказал что 47 играет вместе и ну не знаю вот уход четверки не знаю я не понимаю кому он нужен был сейчас вот кому он не угодил кому очернял четверку только эдгар он сказал что 4 и 5 мафия правильно сказал а хорошо извиняюсь партия 2 4 2 4 да и 24 24 он еще про тройку это просто я говорил по поводу четверки потому что был врос про статистику и так далее чисто статистически не может быть мафии когда все накинулись на его и он начал его типа отгораживать я для себя поставил флажок небольшой честно говоря но это может быть такое конечно все мне показалось что странно было бы прям так сразу напрыгивать на это как будто сразу хотел себе а вот сделать но вот то что сейчас ночь произошло от меня лично сбивает полностью стол потому что мне сейчас все что у меня мои записи они все как бы поехали в крик кость и как бы поговорим по очереди не странно что тебя сбивает давайте по очереди ира ты сейчас первая будешь против кого ты и почему сейчас не знаете мне кажется ваня семерка мне кажется он мафия знаете почему потому что обычно он когда но это я просто знаете основываясь на предыдущих играх то есть когда он он говорит о том что так а вот и мафия а если бы ты был мафия с кем бы ты играл вот здесь вот такого и не вижу поиска то есть какой-то такой прям лютой заинтересованности в игре что обычно он прям делает бросы какие-то а тут кстати этих бросов что-то я не вижу и вот мне кажется семерка мафии вот так обычно он за мафии играет ну да ну ты восьмерку слил восьмерку ты слил наверное потому что про него против него стало большинство ребят и тебе было скорее всего это выгодно слить как раз таки восьмерку то есть я думал что начале двойка мафия ну давай все равно у меня пока под подозрением пока я вот ну восьмерка под подозрением играю с девяткой играю с одиннадцатым наташа не знаю и шестерка тоже пока не знаю и все у меня у меня все пока и так у ира ты выставишь инсайдера правильно да 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 спасибо большое каравай слово тебе так короче во втором кону я очень ошибался по ходу насчет инсайдера потому что ему реально было выгодно ликса слить у ну весь стол почти на стрел против ликса и он начал окраснять второго игрока я на 100 процент уверена что второй игрок черный игрок потому что его на цену N vídeo это вообще ну я просто постоянно с ним у граем и его на цену ну совсем по-другому изменился просто изменился жестко не знаю он сейчас просто гонит на девятого я знаю здесь на столе лиги осталось но я не верю что здесь две мафии я просто не верю я уверен ты здесь три мафии чисто для меня Сейчас я сделаю свой прогноз. Это 2-6-7. Пока что. Мага, я не знаю, что он в прошлом сейчас говорил на общение. Я просто не понял, ты меня хотел нагнать или на кого-то другого? Я что-то не понял. Сейчас я тебя слышу. Да, окей. Так, насчет третьего я не знаю. Насчет одиннадцатого тоже не знаю. Девятый для меня полнейший красный. Просто полнейший игрок. Я не знаю, как Вадим может на первый раз играя, говорить то, что он какой-то там гений, вообще нереальный, прям вообще он все знает. Ну так я не знаю, короче. Но для меня второй красный, ой, второй черный игрок. Я знаю Пашу просто. Я знаю, что это за человек. Короче, для меня второй черный игрок, я буду... Он разъебывает твич, ему разъебать мафию. Второго я выставляю на... Так, спасибо большое, Каравай. Вадим, пожалуйста, руку. Для меня... Мага, давай. Для меня девятка, одиннадцать, это красные игроки. Я тебе объясняю, Каравай. Я говорю, что ты красный игрок. Многие говорят, что ты красный игрок. И последний просто поспакивает, понимаете. Нет сомнений. Говорят, да, да, первая мафия есть. Когда я так взяла одиннадцатый, она также просто проебалась. Ой, опять извиняюсь за мак. Единицей, когда он сказал, у нее была хорошая речь, хотя у нее нифига не было хорошей речи. И сейчас просто десятка пытается слить одиннадцатого. Это... Он играет первый раз. Неужели она думает, что он так может схему продумывать и так далее? Чувак просто играет первый раз. Это десятка, скорее всего. Это тройка и десятка, как я думаю. Я буду выставлять десятку и все, передаю на экспорт. Спасибо, Мага. Наташа, пожалуйста, руку. Ваня, инсайдер. Ребят, это очень странно, что Ира сказала, якобы я не слежу за игрой и вот не ищу союзников, кого-то. Я полностью раскладывал, как Дима Ликс себя вел. И неужели это не значит, что я слежу за игрой? Да я не был, не хотел, чтобы его исключили просто. Где логика? Вы просто сами все это заметили. Если кто пропустил, я на это обратил внимание. Если это меня очерняет, то это странно. То есть мне нужно было сидеть молча и не говорить, кто ошибается и так далее. Зачем я тогда за столом нужен? Я просто указал вам на то, где он ошибался и что он говорил. У него было все не в попад. И это меня... Не говорю, что Ира, ты после этого становишься для меня черным игроком, просто ты ошиблась. Ну. Вот. И опять же, я не понимаю, почему для девятки одиннадцатого черным стал четверка. Он, как вы сейчас понимаете, сейчас умер. И... Ну, такое. Если Эдгар играет первый раз, я не думаю, что он мафия. Ну, я не знаю. Либо он супер покер фейсит. Короче, для меня, к сожалению, сейчас черным игроком стал девять. Хотя он со мной играл. Но я других вариантов пока на текущий момент не вижу. И двойка. Двойка и семерка пока. А, типа мы вместе играем. Но если это пять и девять осталось, я почему-то думал, что у меня за столом вообще одна мафия. Теперь я не исключаю, что у нас пять и девять. Вот и все. Все, что я скажу. Я номинировать буду девятку. И все. А еще напомню... Ну, если очень быстро обсунь. Да не, забейте. Не надо, блин. Не надо. Вот без этого давайте. Если быстро могу, я обсунуть. Ой, Дима, ты такой всуватель, Дима, блядь. Паша, пожалуйста, слово тебе. Итак, что хотел бы сказать. Во-первых, Вань, большое спасибо тебе за вот это слово. Там, конечно, много неточностей всяких. Например, пожалуйста. Например, то, что ты говоришь, что мы с тобой играли. Я сразу сказал, что ты у меня вызвал подозрение. Я тебя номинировал. И, честно говоря, история, когда ты Exile сказал... Ну, да, я что-то говорю. Exile говорит, надо искать красных игроков. Очередь доходит до тебя. Ты такой, типа, из серии. Да, точно. Надо искать красных игроков. Это очень важный момент. Я прям вижу мое наблюдение. Ты по игре ищешь... Ты очень следишь в игре. В этом смысле тройка не права. Ты очень следишь за игрой. За тем, что говорят, чтобы зацепиться за фразу и на ней честно отыграть. Я считаю по-прежнему, что это Вадим, второй Эвелон. Он немного поменял свою игру. Я считаю, что это Ваня. И важный момент очень хотел сказать по поводу Эдгара. Я говорил, что он красный. Я по-прежнему так еще считаю. Просто обратите внимание вообще нам, да, по игре. Он не так прост. Если вначале он, может быть, дискорд что-то было скучно, ему было в конце, я не разложил, то после второго круга он разложил так стол, что можно было делать майк-дроп, да, как бы специально показав нам. Ну, просто имейте в виду. По-прежнему я считаю, что красный это 5-11. Мне непонятно десятка. Я считаю, что шестерка, скорее всего, красная. Я думаю, что не исключено, что тройка это оборотень, поэтому не понимая туда-сюда, как бы еще непонятная роль до конца. Второй и седьмой это точно, абсолютно точно черные карты. В моей системе координат. Сейчас у нас выставлен инсайдер. Повыше руки, пожалуйста, чтобы все видели. И два тоже выставлен. Два-семь и все, по-моему, да? Мирите меня кто-нибудь. Два-семь, нет, я оставил как есть. Спасибо, Паша. Наташа, слово тебе. Не знаю, с чего вы вцепились так в Эвелона. Я комиссар, я проверила первый же ход Эвелона. Он красный. Потом Эвелон вцепился в Рикки Ди. И я тоже его проверила. Он тоже красный. Я точно с ними буду играть. Эвелон, не знаю, почему ты начал... Я прошу прощения, я отлетел из Дискорда. Проверку 2 я услышал. Какая еще была? Девятка. Вы верите, что Генцуха была комиссаром? Алло, меня слышно вообще? Слышно? Слышно? Тебя слышно? Да, все слышно. Тебя ответили. Два-дематка, девятка. Почему ты меня не проверила тогда? Наташа просто не сказала. Все говорили на Эвелона. А девять-то что, по итоги красной? Красной, да. Да, 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 я сказала. Я комиссар, я проверила двойку, потому что вы все в нее цепились, потому что начали говорить ой, там вероятность, невероятность. Я проверила двойку, он сто процентов красный. Девятка тоже красная, я тоже проверила, потому что Эвелон тоже вцепился в него, я тоже проверила. Риккиди, Крава как, плюс-минус, верю. Я комиссар, я комиссар. Нет, я комиссар. Мне бенцуха, черная игра. Вот это сейчас было странно. Вот это сейчас было странно, Крава. Я сейчас думала, я прислушалась к мнению, к инсайдеру, прислушалась к мнению Рикиди и думала сейчас вот на одиннадцатый, на шпрот и на инсайдера, А теперь думаю сейчас на каравай и на шпрот Все Кого ты поднимешь? Я понимаю Эдгара так же Но то, что каравай сейчас скрылся Пусть я буду топить, скорее всего Не, может, вы все верите, да, что Генсуха комиссар Я проверила Я сказала, проверила Каравай, кого ты проверил? Наташа, Наташа Я просто бросил, маме, я тебе говорю, я просто это вбросил Так, каравай, каравай, ты сейчас не говоришь, Наташа, пожалуйста Зачем ты это вбросил? Ты хочешь в итоге каравай и не Эдгара выставить? Нет, нет, нет Зачем ты это вбросил? Я Эдгара, Эдгара Зачем ты это вбросил? Я хотел А он тебе не ответил Итого У нас сейчас кто номинирован? Руки повыше Два, семь Паша, девять Наташа, тебя номинировали или нет? Кто номинировал Наташу? Нет, никто И Эдгар Окей, спасибо, Наташа Эдгар, пожалуйста, против кого-то и почему? Интересная игра Но если верить Генсухе, что она проверила То у меня тогда падают подозрения На тройку Ну и, наверное Или девятка, или семерка Ну, наверное, больше семерка Я хз Мне непонятно тогда, почему она меня сливает Если она комиссар И она предлагает меня уже вторую игру Она могла меня проверить прошлую игру Нет, все наявилоны Все наявилоны говорили Зачем тогда проверять было других? Про вероятность Не перебегайте, пожалуйста Девять, одиннадцать Я оставлю, я оставлю как есть Спасибо Итого у нас два, семь, девять, одиннадцать У меня сейчас пишут, что Наташа тоже номинирована Кто-то номинировал Наташу Генсуху? Либо тройку, либо десятку Потому что я думаю, что это две мафии Получается, Мага номинировал Получается, Мага номинировал Наташа тоже номинация Итого, по двадцать секунд сейчас будет Спасибо, что заметили По двадцать секунд Держите поэтому руки, когда номинированы По двадцать секунд Начиная с Ивелона, пожалуйста, оправдательная речь Короче, я уверен, что семерка сто процентов красный игрок Он уже давным-давно говорил, что он играет постоянно по-разному Мне кажется, Эдгар просто запутался И у нас осталась троечка Я лично больше думаю, что это тройка Потому что она топила в меня Потом она резко начала топить семерку А Эдгар просто немножко запутался по столу Сори, Паша, что я на тебя говорил Ты довольно-таки опасный игрок И ты так все разлагал, что я, честно, немножко обосрался Спасибо, Вадим Ты понимаешь Спасибо Так, Ваня Ваня, твои двадцать секунд Да, Паш, отвечу вот на то, что ты сомневаешься Давай представим, что никто не будет за столом следить И не будет отмечать, во что у нас превратится игра тогда Ты почему-то выбрал позицию, что я черный игрок И я как черный это делаю Почему я не могу это делать как красный, чтобы давать вам полезную инфу Я не понимаю Так что это все, что я могу сказать свое оправдание, ребята Ну, тут все, спасибо Спасибо, Ваня Ой, я очень сильно извиняюсь Вадим, прости, если тебе есть, что сейчас добавить, сказать, то я тебе могу дать дополнительную минуту и кого-то номинировать, поднять А, сука, я что, не говорил? Да, да, прости, пожалуйста Я направлю на Пашу, что Паша прям так раскладывал, ей ебу, как будто он город строит Эдгар запутался, и тут осталась только Иришка Тут осталась только Иришка, все, грубо говоря, ну типа я все сказал Тут осталась только Иришка, она для меня самый такой черный игрок, и я бы выкинул ее Отлично, спасибо, мы возвращаемся к последним, к оправдательным речам Значит, у нас Ивелон Инсайдер уже сказали Ира, тебе 20 секунд оправдания Ага, смотрите, я не мафия, короче, у меня под подозрением семерка Когда я, ну, то есть было завершение, я говорю, ребят, сейчас бы узнать, есть у нас комиссар или нет И Наташа не вскрылась, она вскрылась только потом, позже Почему и нельзя было вскрыться сразу, вот я не особо ей верю, что она комиссар, честно Мне кажется, домина, она черный игрок Потом семерка, у меня под подозрением, да, и, ну, вот Ивелон не знает Спасибо, Ира, ну, вот пока не могу Спасибо Все, переоблылось Паша, твои 20 секунд Мои? Паша, никто не выставлял А меня номинировали? Нет А кто вам Пашу выставлял? Чего? Не-не-не Паша, никто не номинировал Он не держал руку Нет, но я могу сказать Секунду, я, я, может, его до вскрытия комиссара номинировал Но сейчас он для меня красный игрок, после того, как вскрылся комиссар Потому что другого Можешь ничего не говорить, Паш Нет, я, если я номинировал, то я, я голосовать в девятку точно не буду Никто не номинировал, все, моя речь осталась, все, все Нет, десятка, десятка, десятка еще Инсайдер номинировал, да, 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 мне так и пишут Нет, но я говорю, что я до вскрытия комиссара мог думать, что он черный, да Так что, Паша, в любом случае, твое 20 секунд Да, ну, я абсолютно точно мирный игрок, так, наверное, будет говорить любой логичный мирный игрок Другой вопрос, что если Генсуха оказалась не комиссаром, то это какой-то Майндгеймс уровня 300 Я буду настолько в шоке Я, честно говоря, допускаю, что это может быть, как бы, неправда Хотя мне, наверное, это... Спасибо, Паша Спасибо, Паша Так, у меня вопрос ко всему столу Скажите честно, у кого-то сейчас есть информация по столу, которую кто-то получил из чата? Скажите честно Если да, то вы просто говорите, у меня есть информация и самоубиваетесь в игре Абсолютно Я даже могу скрин, я вот так руки держал Могу на телефон сфоткать свой сетап А я свой член могу Ладно Не надо, спасибо Достаточно члена Почему никто никому неинтересный, я не понимаю Очень интересно, но не варим мафию В смысле, если нет, Эвелон, забудь про это Что я сейчас сказал? Дина, вообще извращенка Дина, я женат! Нет Ты тоже давай Я сказала то, что вот Эвелон и Рикиди 100% красный Эвелон топит в Иришку Рикиди топит в Эдгара и в Инсайдера Иришка топит в Инсайдера Короче, у меня сейчас вот тройка, семерка и 11 Я точно буду топить к 11 100% пока 11 А семерка и тройка у меня под подозрением Каравай точно красный Все Точно, точно Я слышу Спасибо, Наташа Спасибо Эдгар, твои 20 секунд Я точно мирный Это точно Это точно Я только не понял, почему Генсуха сейчас начала говорить Что все топит в 11 А никто Девятка не топил Я тебя проверю Наташа, не перебивай, пожалуйста И это какая-то начинается просто агрессивная, типа, таргетинг на меня И меня можно было проверить Зачем так Почему тогда Я не понимаю Мне кажется Спасибо, Эдгар Спасибо Итак, вот все поговорили Все поговорили Внимание Сейчас в номинации 2, 3, 7, 9, 10, 11 Короче, все, кроме Каравая и Маги Готовьтесь голосовать Приготовьте ваши руки Не пропускаем Поехали Кто против Ивелона, номер 2 1, 2, 3 Ни одной руки Кто против Иры, номер 3 1, 2, 3 Две руки, два пальца Кто против инсайдера, номер 7 1, 2, 3 Успел Подняла это рука или нет? Нет, не рука Три пальца, получается Три пальца в инсайдера Кто против Паши, номер 9 1, 2, 3 Ни одной Кто против Наташи, номер 10 1, 2, 3 Одна рука Одна рука, спасибо Очень уверенный палец Наташа, пожалуйста Поднимай его Кто против Эдгара, номер 11 1, 2, 3 Две руки И большинство, получается, против Вани Тебя Да, у тебя три пальца Ну, ладно Твое последнее слово Возможно Я желаю удачи, ребят Я думаю, сейчас 11 проверят И там вам уже проще будет Спасибо за игру Спасибо Ваня Спасибо, Ваня Так, чат настаивает, что два пальца Я видела три руки против Вани Еще раз Кто был против Вани? Я против Вани Ну вот, три руки Чат, пожалуйста Съедите, елы-палы Все, засыпайте Инсайдер мертв Спокойной ночи Все спят Полная тишина Полная тишина Все спят И просыпается Мафия И так И так Этой ночью умирает Мафия засыпает Просыпается комиссар Комиссар Выполняет проверку И засыпает Просыпается доктор Доктор Выполняет лечение И засыпает Утро Умирает утро Доброе утро Ой, в детском саду Конечно, такие ужасы происходят Сегодня вот невкусная каша на завтрак А больше новостей нет Обсуждайте Доктор, пожалуйста Прям сейчас скажи Если ты уже хилил Да, надо доктор Проверила Можно кинсуха Кого проверила? Я проверила Эдгара Он красный Я Почему вы так верите Вот я пошли вам Тихо, тихо Пускай Пускай Сайдер Ой Пускай Паша Ничего уже не скажет Кого-то лечил Исайдер Доктор, да? Пашки Я Доктор Я Вылетел Одинство Одинцуха Ты не убили? Интересно, почему? Но Как минимум Может то, что она просила Пощельте меня Эвелон и Генсуха Эвелон и Генсуха Почему у Вадим? Смысле Ну как минимум Как минимум Я делал так Я делал так тысячу Я делал так тысячу Раз Я говорю Меня не убивали Я могу сказать Я не знал, почему вы сразу поверили Генсухе В том, что она комиссар Когда я говорила Когда Генсуха играет В смысле? Стоп! Это был Стоп! 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 Почему вы не думаете То, что это был нормальный мув Я выигрывал там тысячу игр Я говорил До сна Полечите меня И меня никто не убивал Потому что Мафия думала И не убивала Того, кого будут хилить Камон! Нет Знаете почему? Почему? Все просто Наоборот Все просто Нет Нет Не было выгодно Убивать Генсуху Потому что если доктор Размыстолом Он похилит 100% Генсуху Да не только Генсуху Не 100% Не верят Подожди Разве кто-то верит Генсухе? Я не верю Я не верю Почему вы не верите Генсухе? Я верю Я верю Потому что она сказала правду Насчет меня Я как топил Я как топил Я как топил Так и топлю Что осталась тройка Осталась тройка Все Я вам говорил Я вам говорил Я вам говорил До этого На прошлом году Что осталась тройка Да потому что Я активизировался Как и в прошлой игре Я уверен 100% Что я сейчас К концу игры Тертанул Как и до этого Если бы я был комиссаром Я бы назвал Духа очевидность Да у меня была У меня была точно такая же игра У меня У меня была точно такая же игра С Алохой Когда я сидел Всю ебаную игру Говорил Посмотрите как Аверон активизировался Да у меня Саботирует стол Ребята, фиксируйте, пожалуйста Саботирует стол Хорошо, хорошо Я больше ни слова не скажу Вадим, ты перебиваешь Ты тоже перебиваешь постоянно Мы считаем, что она врет Кто тогда комиссар Я сказала, я проверила тебя Я сказала, я проверила двойку Я сказала, я проверила двойку А ты просто бросил? Генсука же не умеет, я бросил Я бросил Зачем мне делать так Я сказала, проверила Ивилона А как понять не умеет Ты что-то ни разу не сделаешь Хорошо, хорошо Можно я скажу, чтобы никого не перебивать? Можно? Тут все очень просто Я так же самое играл с Алохой Вы говорите, что я эмоциональный Да, я эмоциональный, потому что я опять начинаю тильтиться Я вам говорю, у меня так же самое было с Алохой Я говорил, кто мафия Мне просто не верили Паша, ты можешь сейчас заруинить игру? Скажи реально кого-то или чего Это пятерка или нет? Верните, пожалуйста, что шпротов в дискорд Он опять полетел Это ночью я лечил Да я ему дал, он может заходить сам Он может сам заходить Короче, предлагаю вначале против двойки проголосовать Я посчитал, что это будет самый запутывающий килл, который ничего не меняет И, соответственно, будет убивать караваи Поэтому я его захилю Я посчитала, что обсуждение и стекло Спасибо Подождите Все, да? Блядь, я пропустил Можно, наверное, 10 секунд у меня Просто вопрос Почему вы не верите генсухе? То есть вы думаете, что комиссара убили? Она честно, ну, типа, так уверенно играет Комиссар А пятый постоянно говорит, что она врет и комиссар умер Меня в эту ночь убивали Меня в эту ночь убивали Он не должен был комментировать Он не должен был комментировать Так могло бы сделать по-другому Тебя бы, допустим, убивали А его бы проверили Типа, ой, красный Да, сказала бы, что он красный И тогда бы запутали его Разницы нет никакой Просто не буду его убивать Все, давайте проехать Сейчас начинает каравай В прошлый раз Ира, каравай, пожалуйста Против кого-то и почему? Бля, я не знаю Если я сейчас ошибаюсь, значит, генсухе Я не знаю, но я... Мое предположение Почему мне так делать? Я сказала то, что... Наташа, не пробивай, пожалуйста Каравай Не, я говорю просто то, что... Ну, это мое мнение Я говорю, потому что ты играешь за комиссара Ты до каждого факта докапливаешься Ты в первый раз сказала вообще херовую речь В второй раз тоже не очень сказала Вот и ты в третью ночь скрываешься Хотя я не знаю Я вообще никак не думала, что ты красный игрок Я уверена была, что ты черный игрок Когда я сказал комиссар, да Я подумала, что ты красный игрок 100% Я еще решил свейковать Типа, я комиссар Но ты ничего не отреагировала? Ладно, пофиг Но я не знаю Вот просто я не верю почему-то, Вадим Ну, просто я с самого начала смотрю на его эмоционал Вообще не так играет Ну, я вот просто... Я уверен даже был, что это он сейчас предложил меня убить Потому что ему невыгодно со мной играть Он знает, что я буду его топить до конца Потому что я уверен, что он мафия Я не верю, что Генцуха Тот комиссар Она в шпрот может спокойно сказать то, что ты красный игрок И также может сказать спокойно, что и Паша красный игрок Ну да, это очевидно Ну, это очевидно Ну... Так, Кроваич, с кого ты выставляешь? Я хочу... Хорошо, я выставлю Вадиму, чтобы еще 20 секунд просто потом послушать Поехали Спасибо Так, Эвилон номинирован Мага, слово тебе Короче, я вообще говорить не связано Здесь вот Наташа когда скрылась Она сказала, что двойка и девятка это два красных игрока Скорее всего она пыталась кого-то задефать А кто-то из них является черным Тройка изначально играла с девяткой И Эвилон изначально играл с инсайдером Но я не верю, что Генцуха могла фейковать Потому что она ни разу не фейковала И ни разу так не вскрывала Почему так? Ну, блять, она не умеет этого делать Потому что даун конченый Ну, зачем она говорит, что 11 секунд Осуждаю, Мага Мага, я тоже не умел, когда первый раз фейковал Это не надо осуждать, это можно говорить Нет, я уточняла Продолжай Осуждаю тогда Не говорили, можно все стримы Все поздно, Бан Блять, это на самом деле очень трудный выбор будет Мне до сих пор кажется, что тройка играет с кем-то в паре просто Итак, Мага, кого ты номинируешь? Я буду номинировать тройку Господи Спасибо 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 Паша, слово тебе Я так скажу, что у меня, как Вадим, Эвелон был с самого начала подозрения, он так и остался Вопрос был, кто с ним Я очень удивился, когда убили Эксайла Мне кажется, были подозрения на инсайдера И потом вот случилась такая история с комиссаром И мы все в это поверили Я в шоке был, потому что это снялось подозрение вроде как для меня с Эвелона А потом я подумал, а вдруг это такой мега-мув Вот вы говорите, что она так не может сделать, а мне кажется, может И если это она, то я считаю это гениально А если это не она, точнее, то, ну, сори Поэтому я хотел бы, наверное, ее номинировать, послушать, что она еще на этот счет скажет Так, спасибо, Паша Наташа У меня было все логично Я комиссар, вы начали говорить, там, Эксайл Все присоединились с двойки, я проверила первый ход двойку Он красный оказался Я стала с ним играть, стала к нему прислушиваться Услышала, что он начал говорить про Рикиди Я вторую ночь проверила Рикиди Он красный, он еще тогда не вскрывался, ничего не говорил Я его проверила, он стал красным Я с ними начала играть Потом Рикиди начал говорить на семерку 11 А 11 на 11 я думала, что две игры подряд То есть два круга Получается, я проверяла 11, и он красный Получается, ну, все Сейчас я только думаю сейчас на тройку А вот я в первую ночь проверила В первую ночь, Вилона, я же сказала Все Ты говорила, что я красный игрок для себя Подождите, ну пусть Да, красный игрок для меня Ты окраснилась, но сейчас я говорю методом исключения Ты говорила то, что я 100% красный Да, да, я же ты говорила Я тебя не проверяла Я тебя не проверяла, я тебе говорю Я проверила Рикиди, потому что Вилон так говорил Потому что он для меня красный, понимаешь? Сейчас я думаю, что Ирина просто гениально сыграла Не знаю, возможно Ну а кто еще, а кто? Если для меня двойка, девятка и один Почему-то меня никто в учет не берет Вообще ни один человек Мага, пожалуйста, не перебивай Наташа, заканчивай Ну вот я уже сказала, выришку я Все, пока Спасибо, Наташа Эдгар Я не знаю, может быть, я совсем дурачок Может быть, я так сильно не слежу за столом Но второй ход Никто девятку не номинировал И никто не подозревал Подозрения на него не падали Падали подозрения на восьмерку, четверку, блять На кого угодно, но не на девятку И я не понимаю, что сейчас происходит То ли Генсуха реально многоходовку запланировала И сейчас переводит на девятку Все, потому что он номинировал ее Я не понимаю То есть, не знаю, странно И третий номер Третий номер, как бы Тот же под подозрением Второй номер, не знаю Мне кажется, это мирный игрок И пятый, вот там какие-то непонятки Из-за того, что его засейвили Не знаю Короче, десятка Наташа, окей Спасибо, Эдгар Эвелон, пожалуйста Короче, я не знаю Для меня тут все абсолютно просто Если бы Генсуха пыталась фейковать Она такая тупая По-моему, все ее знают Ладно, даже не об этом Я уверен, что Ира досиделась с первого хода Топив просто меня всю игру Досиделась до самого конца Тут осталась одна мафия И вопрос Окей, ну я уверен, что ты красный Тебя сейчас убивали Тебя полечили Типа о чем речь? Я был уверен, что ты красный Ты сидишь, улыбаешься Ты за мафию вообще играть не умеешь Ты за мафию поникший Обосранный Такой чуть ли не плачешь Ты сидишь, угораешь, топишь Просто всех Поэтому я уверен, что ты Сто процентов красная карта Почему никто не спрашивает про магу Даже мага сейчас об этом сказал Но я не знаю Если смотреть с первых ходов Когда каравай затопил меня Мага согласился Потом инсайдер затопил восьмерку Мага согласился с ним Не знаю Ну, наверное, мага красная карта И у нас осталась одна тройка Но я готов уйти в эту ночь Если вы в следующую ночь кикните Иришку Давайте так Если вам мой эмоционал не нравится Ну, пиздец Типа, я сори, я такой стример Вот незадача Спасибо, да, Эвелон Вот незадача И Ира Последнее слово Ну, в смысле, ты закрываешь Да, нет Блин, мне кажется, знаете Десятка мафия То есть, почему Если я у нее была под подозрением Да, и там она была уверена Что, не проверив меня Что я для нее красный игрок Так нужно же проверять Она же комиссар, да А она не проверила меня Она просто сказала о том Что, ну, никто не вскрывается за комиссара, да И она решила такая Ну, ребят, я, короче, комиссар Проверяла Эвелона Проверяла четверку, да Четверку, которая мертвая И не скажет о том Что, какой она игрок Красный или черный Вообще без понятия Потом То, что она пошла Шпрота проверить По Шпроту И так ясно, что он Красный игрок Потом Как не верить девятке Девятка сказала, что она доктор И лечила пятерку Потому что пятерка был мертвый Все Здесь все очевидно С пятеркой Теперь да Девятка Вот здесь, мне кажется Десятка мафия Десятка мафия По-любому И, ну, блин, просто у нас Две мафии за столом Потому что двойка И десятка играют как мафия Реально как мафия играют Просто присмотреть Я сказала то, что комиссар Так, Ира Ты кого? Так У меня все логично было Поднимите руки выше Так, два, три, десять У нас номинации Правильно? А можно вопрос технического характера Задать по правилам игры? Да, конечно Чисто теоретически Если в ночь Там доктор кого-то лечит Да? Никто не умирает Но при этом мафия убивает оборотня И он тоже не умирает Да, он ночью возвращается Мы говорим, что Ну, то есть оборотень конвертируется Но при этом никто не умер Смотрите Мы Нет А, фразы не было оборотень Не было фразы оборотень Мы в первой партии обсудили Что если в оборотне стреляют Но доктор его лечит То он не превратится То есть он превратится Только если он полностью умрет А я правильно понимаю Что если оборотня Сразу же слили То он только ночью приходит? А, мы только узнаем Появился в этот хонд Оборотень лет Ночью Вот этой ночью мы узнаем Ну, да Не, каждую ночь он приходит Если его убили Правильно? Оборотень появляется Только в двух случаях Если его убила ночью мафия Прям убила до смерти Да Или если все мафии Кончились на столе Тогда появляется оборотень Нет, крова просто хотели слить А я думаю, что на оборотне Все, все Я услышал ответ на свой вопрос Спасибо большое Спасибо, Паша Так, так, так Ира, ты закончила? Да, да, да Ну, то есть Номинирована двойка Я и десятка Да, да, да Спасибо Спасибо Ну что Оправдания пошли по 20 секунд И Вилон, пожалуй Нет Да, Вилон, давай Ты всегда с меня начинаешь Окей Я уверен 100%, что Иришка Кстати, возможно, оборотнем является каравайчик Которого ты сейчас похилил Надо присмотреться По сути, когда вы выгоните всю мафию Еще будет один оборотень Но я скажу вам так Вы можете кикнуть сейчас меня Но в следующем ходу выгоните Иришку Я не против Вам не нравится мой эмоционал? Да мне похуй Нельзя его выгонять Нельзя Так, спасибо, Вилон Ира Смотрите Двойка и десятка сейчас активно топят меня Активно топят меня Но я мирный житель Я мирный житель Вот 100% И я не знаю То есть, почему Наташа Если она так говорила О том, что я мирный житель Мирный житель Бла-бла-бла-бла-бла Без проблем, Наташ Ты можешь проверить меня в следующую ночь Ради бы Ну нихуя ты дуали за кео 30 рублей Спасибо, Ира Спасибо, Наташа У вас, крем, всего одна мафия осталась Мне кажется, что это Иришка И если реки Ди захилит меня Потому что я уже вскрылась Я комиссар Я вскрылась Я проверю кого-то из них Если мы, конечно, не выиграем Все Я предлагаю сейчас кикнуть Иришку Ну и все И мы закончим игру Если не закончим Ты хилишь меня И я проверяю Либо Магу, либо Вадима Но я говорить не буду Можно вопрос технического характера? Спасибо Тебя надо туда кикать Так, Паша, технический вопрос Последний, обещаю Ведь и ночью есть последовательность Мафия Комиссар Доктор Правильно? Так Если мафия убила комиссара Неважно, да? Как ты считаешь? Если, допустим Закончил вопрос Мафия убила комиссара А доктор хилит комиссара Но А комиссар в это Сможет проверить? Или нет? Или уже поздно? Потому что убили до Сможет? Сможет Считаете, что события Произошли одновременно? А, все Просто не сможете Сказать не сможете Если умер Все, да То есть, если оборотень Есть в игре Мы сможем это узнать Этой ночью, правильно? Еще раз Оборотень появится Только если Его убьют Если его мафия убивает ночью Убивает до смерти Да, да Или Если На столе не осталось Ни одной мафии Ты оборотень Собственно И тогда появится Оборотень ночью Не, ну мы поймем Если Нахуй оборотня Сори Так Дин Можно вопрос? Вот не по игре Дин, я специально Посмотрел людей Которые стримят на главной И там все Практически матерятся Почему Ты так паришься По поводу этого Вилон Я тебе об этом могу Ответить Личку Хорошо Это не будем Давай обсуждать на стриме Спасибо Спасибо И так Поехали Теперь голосуем У нас 2, 3, 10 В номинации Внимание Поднимите руки Кто против Номер 10 Наташи Раз Два Три Это Паша Ну ты так Конечно Не успел Не успел Ну как-то вот Нет Если не успел Я даже рад Давайте 3-3 Давайте 3-3 Послушаем еще Три пальца Три пальца в Наташу А у нас еще Еще против двоих Мы будем голосовать Так, 3 пальца у Наташи Наташа Три, пожалуйста, держи Пожалуйста, 3 Спасибо Кто против Вилона Номер 2 Раз Два Три Один палец против Вилона Кто против Иры Номер 3 Раз Два Три Три пальца Так, у нас получается У нас получается Шпрот, последи, пожалуйста, за игрой Ты же сказал так Что-то, что-то, что-то Ты 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 У нас специально Я тебя Я тебя проверила Я тебя проверила Да, она правит Да, она правит Ребята, пожалуйста Пожалуйста У нас есть Переголосование Переголосование Перед этим Дам вам высказать Смотрите, если после Переголосования Поровну не будет Да, сколько Не, может быть Поровну Вас Не, не будет Вас 7 человек Все Давайте Дополнительное время Ире и Генсухе Ира, твои 2 секунд Пожалуйста Еще раз Я говорю, ребят Я уже не знаю, честно, что добавить Просто смотрите Двойка, десятка Активно топят Активно говорят Потому что я Вот у меня аргументов Просто новых не прибавилось Все по-старому Просто я говорю Десятка, мафия По-любому По-любому Я не верю, что она комиссар Потому что, когда я сказала Ребят, сейчас бы Надо бы узнать У нас остался комиссар Молчание Молчание Спасибо большое, Ира Спасибо, Ира Спасибо, Ира У них по минуте Дина У них по минуте Потому что Они голосуют Они вдвоем говорят Они по 30 секунд Потому что мы решаем В смысле Ну мы решаем Они двое Они двое Я могу это сделать Ребята, предупреждайте Мне осталось, что Ну ладно, хорошо В чем проблема Заранее сказать Мы всегда делали по 20 секунд Очень трудно, пиздец Что я все сказала Не проблема мне Давать по минуте Просто давайте мы Об этом договоримся У них же двое осталось Их же не 8 человек Их можно давить по минуте Пусть они все скажут Я могу вам Хоть по 3 часа, ребят, дать Дай 3 часа сейчас Скажите, что вы Этого хотите Спасибо Янцуха, пожалуйста Я, во-первых, скрываюсь Когда я захочу Потому что меня могут Любить, убить В любом момент Скорее всего Меня сейчас убьют В этом ходу И я скажу так Чтобы сейчас Мы третью Должны выгнать И все Мы игру выиграли Если не выиграли Меня убьют Все Понимаете А там уже думаете Вы уже не узнаете Ответа Кто мафия Все Спасибо, Наташа Спасибо большое Так, это были Оправдательные речи Сейчас Голоса Иры Номер 3 Раз Два Три Две руки В Иру Поднимите руки Кто против Генсухи Соответственно Все остальные Генсуха Последнее слово Пожалуйста Да мне нечего сказать Этот стол Просто я не знаю Я все сделала Логично Я не знаю Какие у меня Должны быть еще Оправдания Чтобы Сказать Доказать вам Что я комиссар Я проверила Все логично Я ни на кого Не ссылалась Вы просто Сейчас играете Ну плохую игру Вот и все Я сказала Вы проиграете И с этими словами Наташа умирает А вы засыпаете Полная тишина Я сдох Все мьютятся И спят Полная тишина И просыпается Мафия 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 делает свой выбор И засыпает Мафия 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Доктор выполняет лечение и засыпает. Утро. Утро. С прискорбием сообщаю вам, что номер два мертв. Комиссар, если вы тут, вы можете, или он мертв уже был изначально, или мы сделали ошибку. Ну, видимо, сделаешь... Ребят, я красный игрок, я красный сто процентов. Ну, издевайтесь. Генсуха, кстати, вначале говорила, что одиннадцатый красный игрок, а одиннадцатый против нее голоснул. Я вообще не понял того, чтобы... Что против тебя? Генсуха сказала, что ты красный игрок, а ты против нее голосуешь. Да, я же объяснил, почему, потому что у них начались совмешательства вместе с пятым. Ну, Генсуха его проверяла, как она сказала. Да, и она постоянно на меня топила. Потом она меня проверила. Так она говорит, что ты красный. Ну, потом она переобула, переобулась, да. Нет, она сказала, что ты красный на себя проверил. Слушайте, может быть, у нас шестерка мафия? Мы же на него никто не думал. Ну, короче, я так... Есть два человека, на которого никто не думает. Это получается шестерка и пятерка. Но если это так, я в этом мире ничего не понимаю. А кого ты этой ночью хилил? Себя, да? Да, себя. Самохил. Типа, ты думаешь, пятерка такой, так, дай-ка я себя кильну. Подождите, а зачем тогда убивать бы Лавилона, если на него бы и так подумали? Нет, по идее, по-своему, мы должны играть тройку. Нет, сейчас типа меня подставляют, потому что я мафия. А чего ты взяла, что я себя хилил? Ты успела сказать вперед меня. Да, кстати, почему? Ребята, тройка играла в паре. Мы убрали по идее, надо еще убирать тройку. Не-не, а почему тройка... В паре с двойкой? Нет, звук она не играла. Нет, ребят, вы не в том направлении мыслите. А в каком направлении нужно мыслить с учетом того, что двойки и десятки нет? Против кого? Кто теперь? Шестерка. Я в тильте. Тройка или одиннадцатый? Вот, блин, шестерка, самое начало против меня топит. Он меня топит и топит. Какие у тебя аргументы, потому что я мафия? О, блин. Подожди, а почему шестерка вдруг подумала, что я мафия? Не знаю, шестерка вообще странная. Он меня три круга подряд просто... Так, если ты веришь ей, как я могу быть, как, зачем мне... Да, мафия есть, вопрос. Его Генсуха проверял. Нет, я никому не верю, я просто не понимаю, зачем тогда ты топишь... Ну а что ты, не говори, Клод, ты хилил в эту ночь? Не говори лучше это. Или ты уже сказал? Он уже сказал. Он сказал, что он себя хилил. Причем игрок номер три сказал наперед, что он сам сам хил сделал. Он говорит, ну ты сам себя похилил? Блин, ну логично, что он док, что он сам себя хилил. Для меня нелогично, например. Что он будет сам себя хилил, чтобы остаться в игре. Ну типа, это овертупо было, он такой, так, ну-ка, дайте-ка я захилю один. Нет, тройка еще оптимизировалась очень сильно как-то. Ну, наверное, есть эта логика. Потому что у нас осталось пятеро, поэтому как бы надо что-то делать. Блин, вы меня убиваете просто, я... То есть у меня все... Мне казалось, что я типа очень четко понял эту игру, как бы, я думаю, ну все, сейчас вообще это изи, мафия, я разгадал. Подождите, 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 можно скажу? Раз тройка топила двойку, двойка топила тройку. По-хорошему раз двойку убрали, надо убирать сейчас тройку. Потому что как они... Хотя одна мафия просто не могла остаться. Ты думаешь, что за столом две мафии? Мне кажется, одна мафия за столом. Ну две, ну нереально, две мафии, ты чё? Это либо какие-то оверкрутые мафиози, да, что остались за столом. Давайте, блин, хорошо, если мы все запутались, давайте подумаем в супер-мега-крэйзи сценарии. А давайте вы все поговорите по очереди. Ну, шестерка, шестерка, супер-пассивный... Давайте поговорим по очереди. Ребят, дамы и господа, пожалуйста, внимание. Прошлый раз к первому говорил каравай, теперь мага-слово тебе. Ребят, чат, мне немного странно, что... Не скажите что-нибудь? Чат, да. Мне немного странно, что десятка говорит, что одиннадцатый это красный игол. Зайдите, пожалуйста, в целый игол. Там по поводу мафии проголосуйте, пожалуйста. Мы будем делать на следующей неделе мафию на 20 человек. И нам нужно решение тройку. Есть одна мафия, а то мы выиграем. Если мирные жители выиграют, если, ну, типа, я готова, ради бога, чтобы мирные жители ушли. Но, понимаете, я уйду, мирные жители ушли. Что, ради бога, то есть все равно мирные жители ушли. Она проговорилась? Я буду, короче, против тройки. Я выставляю тройку. Спасибо, мага, спасибо. Паша, слово тебе. Я знаю, что все очень бесит, когда так делают. Вброс в последнем раунде. Просто представим всех, да? Мега-майндгеймс с самого начала Явелон дистанцировался больше всего от каравая. Это было бы, конечно, очень жестко, да? Если бы оказалось, что... Чат, зайдите, проголосуйте, пожалуйста. Можете подписаться, пожалуйста. Пожалуйста. Давайте хотя бы 20 тысяч наберем. Думаю, что это тройка, наверное, в таком раскладе текущем. Потому что если это не так, то, наверное, браво. Просто браво. Я был запутан максимальнейшим образом. Тремя ребятами. Ну, неважно, кто из них мать, но был бы ими запутан. Поэтому, наверное, в этом раунде я поддержу номинацию тройка. Спасибо, Паша. Спасибо. Эдгар, слово тебе. Ой, блядь. Я нихера не понимаю уже. Спасибо за фоллоу. Там все эти анонсы, хуенцы. Подпишитесь, я вас прошу. На фотосессу каждому, кто подписан. Я не могу понять. Или она плохой актер, или она реально хорошая актер. Я не могу понять. Она все время как-то... Ну, придется поддержать. Типа, я тоже, наверное, номинировал бы тройку. Хотя шестерка вдруг активизировался. И он все время так сидит. Все время на всех смотрит. И пытается зацепиться уже. Видно, что мало игроков осталось, на которых падает подозрение. И он именно цепляется. То на меня. Выстави меня. Непонятно зачем. Не, я по-любому-то выставлю того, кого выставлю. Это-то понятно. Просто я не понимаю, почему ты цепляешься. Да не, никто не подписывается в телегу. Я не знаю, в чем. Меня, типа... Ну ладно, я... Настолько лень телегу подписаться. Пиздец. Трой. Короче, трой. Все. Не, она выставлена. Выстави меня. Я оправдаюсь. Ее так выставим. Давай, давай. Хорошо. Давай, окей. Шестерка. Спасибо, Эдгар. Ира, слово тебе. Ой. Я просто не понимаю, почему я резко из-за красного игрока превратилась в черного игрока. Для меня это непонятно. Вот. Но для меня странно, что шестерка, третий круг подряд голосует против меня, пытается выставить меня. Потом какой-то непонятный вброс в 11. Хотя, как бы, если Наташа действительно была комиссаром, да, и она проверила одиннадцатого игрока, то он по-любому вне подозрения. Он не может быть черным игроком. Вот. Потом что? Я красный круг. Без проблем, ребята. Вы можете слить меня, но мафия останется за талон. Как бы, и на следующий конкурт из вас проснется мертвым. Все. Ира, ты выдвинешь кого-то? А, шестерка. Она шестерка номинирована. Уже номинировали, да. Да. Сейчас ты мага в номинации. Все, спасибо. И, Карвай, ты последний говоришь? Я не могу без мата, но... Ребят, пока работает чат. Можете написать батя, вы поучаствуете в розыгрыше после мафии. Я сейчас вообще не понимаю стол вообще ни капит. Батя, ёбните в чат. Я не верю ни одному, кроме девятки. Девятка сто процентов здесь доктор. Да. Я вообще не знаю. Мне вот не понравилось то, что... Срога, дай пацанам в розыгрыше поучаствовать. Я заметил, когда Абадин голосовал, с ним вместе голосовал и мага. Но это так чисто, я просто заметил. Я не говорю то, что он черный игрок, либо красный. Для меня сейчас все серые, кроме Паши. Все. Я не знаю, что сейчас делать. Ты оставляешь как есть? ЛВС Абнус, спасибо вам большое. Или. Да нет, так... Да, да, да. Санны, ёбните в чат, кто хочет поучаствовать в розыгрыше. Спасибо, Каравай. Пару косариков вам разыграю. Итого у нас в манипуляции Ира и Мага. Вот 20 секунд оправдания. Тысячи две, три, четыре. Ира, пожалуйста. Блядь, я забыл про вчерашнюю еще скинуть. Мага, пожалуйста. Я скину, обещаю. Короче, у меня резкости переключились. Я вижу, что это так, что тройка одиннадцатый, это скорее всего остались две мафии. Потому что тройка просто... Это была речь мафии, когда говорят, я готова уйти и все такое. Потом тройка проебалась, когда сказала, что, типа, я готова убить мирных жителей. Ты же говорил, Генсуху сверкомиссар. И она проявила одиннадцатый. Давай не перебивай, пожалуйста. Я тебе объясняю. Смотри, а Эдгар почему-то защищает тройку. Хотя Генсуха говорил, что он красный игрок. Спасибо большое. Спасибо. Ира, твоя оправдательная речь. Что-то я сейчас не поняла, что Мага сказал. Выследи... Вот что-то он сказал такое, что, блин, для меня он черный игрок, ребят. Вот сейчас его речь была вообще невнятная, овер-непонятная. Я так понял, выбрать мне нету, да? Ну, я красный игрок, Эдгар красный игрок. Я не понимаю, почему ты думал, что Эдгар черный игрок, но он красный игрок. Спасибо, Ира. Ну что, готовьтесь голосовать. Три и шесть. Делайте свой выбор. Поднимите руки. Кто против номера три? Раз, два, три. Ну, Мага, соответственно, автоматом идет. Эдгар, это рука или что торчит? Да это вялая какая-то. Я, блядь, не знаю. Я уже думаю на шестерку. Пошли, пожалуйста. Ну, в любом случае, Магина, рука автоматом. Пять и девять тоже идут. После мафии я разыграю пару кусочков. Давайте четыре тысячи разыграю. Мирные жители проиграли, потому что я мирный игрок. Вы не понимаете словами. И все. С этими словами Ира умирает, а вы засыпаете. А, да? Все спят. Полная тишина, все спят. И просыпается мафия и оборотень. Итак, кто сегодня живет? Пизда. Пизда. Мафия и оборотень. Выбор сделан. Ночь. Просыпается комиссар. Пизда. Комиссар выполняет проверку и засыпает. Просыпается доктор. Он себя не может хилить. Доктор выполняет лечение и засыпает. Утро. Мага сольет. Доброе утро. Доброе утро. Ясно. Все ясно. Так, тишина. Пока не объявлен труп. Труп под номером девять. Паша не проснулся. Это логично. Это логично. Что он здесь сто процентов. Выключая камеру. Да, да. Ну, лучше, да. Блин, у меня ангелов столько нет. Можно говорить? Я полную за... Вас осталось трое, собственно. Проспро, ты слышал про оборотень и сказал? Да, ну то есть это третий номер оборотень, да? Правильно? Или что? Нет, нет. Она сказала, просыпается мафия и оборотень. Первый раз. Первый раз. Я про это говорю. А мы убили и третий номер. И только тогда появился. Подожди, подожди. Подожди, раз мы убили третий номер, вы темпали друг друга. Ты остаешься оборотнем. Ты мафия. Я оборотень. Логично, да. Почему? Ну, каравай с самого начала ты пил за других. Вы играли пары, вы играли. Если ты верил Генсухи, она меня проверила. Мага, ты ее убрал. Но это ничего не значит, ты верил ей. Он, мага, мага, мафия. Он, он тоже променялся. Ты понимаешь? Генсуха проверила Одиннстого. Если ты верил Генсухе, Генсуха была 100%, этот, комиссар. Я сказала 100% что он красный игрок. Если ты на меня не думаешь... Нет, стой, мага, стой. Если ты на меня не думаешь, потому что он 100% красный игрок. если ты говоришь то что генсуха было сто процентов комиссар я вообще не могу быть уверен кто из вас точно красный игрок но генсуха проверила один там вопрос от мертвецов технически оборотень проверяется как красная карта пока он еще не обратился вот так это работает такое решение мы приняли перед началом игры на всех случаев у нас мертвые задавали вопросы я точно не оборотень и не мафия это стопроцентно я решил запутать я полном не это сто процентов непонятно же помоги если ты мир играли просто после вот этого то что сейчас не раз мы убрали и риску и риску и проснулся зачем ты пишешь они не понимали правила а каравай не понимает правило понимаете подожди это не так не понимает правила я просто для контента просто контента и просто для контента чат появляется в двух случаях убили ночью и когда убрали все мафии мафия бы тогда уже понимаешь да там ты делал и сдох это ты сделал я тогда я совсем тупой что ли я не понимаю пожалуйста эдгар есть обыча мафия стрелял оборотень то есть ты хочешь сказать что умирала вся мафия остался оборотень и это я да ты играл команде стройкой мы ее убрали просто а почему не ты хочешь может голосовать против меня меня я и так понимаю почему ты все время говоришь хочу ли я или не хочу почему ты зачем ты сейчас сказал мне все равно смысле ты вместе ты мирный игрок ты хочешь победить зачем ты это сказал я все это на особо умным не надо быть тройка детства играли просто команде нет меня сейчас это не интересно мне интересно зачем ты сказал мне все равно хорошо если все равно давай мы читаем дашь и мультики к дню абсолютно все равно тройка-одистая мага если граешь мафии ты ходишь и за мир на играть должен двигать руки я извиняюсь ровно кровать кровать просто для тебя не аргумент что тройка диск это аргумент ты видишь мне можно не понять очень строить из тебя просто дурочка типа если бы мафия стрелял оборотень я просто первый раз шпротом играю я не знаю просто я есть дурачок и меня нет мафия бы тогда давно так-то это логично но я просто я не могу поговорить по очереди я вам говорю не зря написал ладно говорите на контент это вообще балдеж пожалуйста высказывайся я думаю что это мага пятерка не давала повода ни разу сомниться в его немирности так скажем а шестерка постоянно из-под тяжка чё-то воду баламутит и я не понимаю зачем он вцепился сейчас вот за эту идею проверяла меня я оказался красный ну да теперь у него есть версия что я оборотень но до этого он не знал и и он подвел это уже типа под конец когда узнал что вот я ну короче вы короче я за шестерку я думаю что это или выбрать она оборотень он получается все но но оборотень спасибо спасибо подожди подожди мага а вадим говорим короче ты выставил спасибо за собачку да и выставляем игрока под номером 6 короче сейчас безумно зависит я уверен что ну я не знаю я красный игрок на этом столе мне я не знаю для меня сейчас просто пиздец же будет я хочу материться я не знаю просто что делать я буду сейчас слушать что скажет по 20 секунд вы потому что я не знаю что мне говорить я просто реально безумно бежимся замешательстве потому что мага был всю игру в тем ну просто он не разогнал не знаю как объяснить у него никакие подозрения были до кончения кто читать я короче вообще не знаю от тебя не смыть его что он начал сейчас говорит кровать и так вадим хорошая по сути много еще скажет спасибо вадим мага слова тебя очень сильно про фокуса он даже не хочет типа доканчивать речь горда я все я все я все он заикается он очень сильно нервничает это понимаю как я могу верить генсуки если я самому началу говорю что это тройка десятка десятка сказал что ты красный игрок я голосую против себя и мы убрали тройку резко просыпается обрати тебя это вообще не смущает и ты говоришь типа это смущает ну а зачем тогда говоришь типа фразу что две мафии если было бы две мафии мафия давно победила и не грошу сильно мафия бы тогда давно победила ты не можешь так купить понимаешь просто не линчишь ты дошел до конца еще пытаешься задепаться и тройка 11 просто друг друга дефали до конца просто в самом конце просто до конца депо ли друг друга и пытались друг друга снять подозрения как только умерла тройка просыпается обрати как неудивительно нет просто чили заключается в том что они не понимали как работает проверка ну ты соответственно да против эдгара ну что же у нас мага с эдгаром в номинации кроватчик получается будешь сейчас решать дополнительные 20 секунд мага постоянно льет воду ты нервничаешь можешь голосовать за меня все там короче у него нету никаких абсолютно весомых доказательств на меня он постоянно пытается просто подвести факты по под меня и убедить номер опять чтобы он в отличие от меня который пытается понять ему спасибо спасибо да первая мафия не ласт мафия самая первая катка я пытался понять почему номер шесть считает что почему не он образе он так и не сказал он говорит просто типичные вещи ты нервничаешь хотя он не знает меня как я нервничаю я всегда так разговариваю я сейчас абсолютно спокоен я так и не услышал почему не 6 почему не 6 спасибо ты выговорился до мага теперь выговорю опять это я сказал все все что хотел сказать я все объясняю и десятки изначально не верил я номинировал тройку и десятку десятка говорит что ты красный игрок понимаешь и получается что ты всем на игру вот и все потому что вы в конце игры начали тройка 11 друг друга дефать я не думаю что это 11 еще генсука говорит что ты красный игрок получается ты остаешься последним еще вот я вот до сих пор не понимаю как можно было сказать про фразу почему вы не допускаете мысль что осталось две мафии ну ты же не можешь из себя такого дурачка строить все я опять вылечу ничем спасибо мага ну что же голоса эдгара и маги автоматически идут друг в друга поэтому каравай сейчас воде знает мне кажется воде увидел выбор за тобой каравайчик можете опустить руки понятно что вы в номинации вы идете друг друга автоматом и его можно 10 секунд я подумаю просто 10 секунд можно мне давай давай паровая каравайчик я уже на 1000 процентов уверен нужно 1000 процентов уверен что каравай знает что это мы не знаю просто он сейчас такой разыгрывать цирк типа кстати что там у тебя в голове ему послужит у него в голове ничем поделать мне нравится реально то что это последняя ночь и когда образ не появился третью кикнули и она защищала единство но это было бы вообще не логично я не знаю 11 защищал 3 и 3 защищал 11 на типа не в паре играли на не знаю это вообще а как она могла знать что он образе например я вообще не знаю короче она была мафия ой боже я не хочу это решать и спичат убьет просто если неправильно решу чат для меня могу просто был темный лошадка всю игру просто всю темную лошадку он не одному кажется и доводов нормальных не говорил мне это не понравилось только я что там первый раз игра я не знаю что делать и так крова и твое решение против кого ты против магической смотри не знаю мне я не думаю то что 3 защищал 11 потому что она не могла знать что это образе просто но не могла такого знать то что он не просыпается месяц мать и так каравай 5 я против маги 4 не знаю почему-то чувствую что мы два голоса против из x но это был нормально это реально corruption короче можно можно Ух ты! Нет! 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 Подождите, 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 подождите! Да подождите буржа! Вы можете помолчать? Мага! 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 Я не знаю. Я не знаю. Микрофон Вадим. Причём здесь с первой-не первой? Ты правильно мыслю? Как она могла знать? Подождите! Алло! Алло! Можно я? Подождите! Можно я? Извинюсь что я написал в чат, но я понимал что мага. Почему ты пишешь в чат, Вадим? Я знал что... Почему Генсуха пишет чата на мёртвых? Да потому что Вадим не знает правил, и типа он ссылался на то, что Генсуха сказала, что Эдгар красный, но он и был красным до того, как он стал оборотнем. В этом ты сама смысл. Он не понимал по правилу, и поэтому он умел. Кто не знал правила? Я вот, например, знал правила. С вашего позволения, я не хочу признавать победу мафии. Я считаю, что мирные победили, если честно. Я считаю, что мирные победили. Мирные победили сто процентов. Я... Как вы забыли, ребята, в самом начале. Мне уже было неинтересно, потому что я был уверен, что 6 это оборотень. Да! Мы вообще про это забыли. В чём смысл было это играть? Я когда в чат начал писать... А зачем нам тебя кикать? Зачем? Зачем? Нам тебя кикать, зачем? Мы мафия. Зачем? Эта игра была вообще абсолютно неинтересна. Какой замучил? Вы можете... Мне не нравится... Генсуха, если что, ты замучен. Я не готов. Давайте... Можете, когда вы получаете карту, молчать, пожалуйста, и всё. Типа, я извиняюсь, что я написал в чате, но я написал в чате просто... просто по угару. Ну, то есть, типа, не обижайтесь на меня. Я просто хотел, чтобы чату было интересно. Но... Ещё потому что Вадим не понимал правила, что Эдгар, если бы он был оборотнем, и Генсуха сказала правду, то он был бы красной картой, а потом он стал чёрной. Я не верил в Генсуху. Зачем ты это написал? Да, я слышал... Ты не понимал, что он мог быть красным. Я всё слышал, то, что Дина говорит... Нет! Нет! Я могу с тобой поспорить сейчас на десять тысяч, что ты не понимал. Ты не понимал. А почему сейчас орёте? Вы же можете спокойно рассуждать. Потому что ты не понимал. Ты сказал, почему, мага, ты верил в Генсуху, но ты гонишь противо. Я не знала, что мага. Кто мага? Когда умирают? Когда игра заканчивается, принято вскрывать, кто кем был. Вадигин футин. Да, да. Сейчас мы сидим, да, конечно, конечно. У меня была мафия, инсайдер и... А можно вопрос? Да, Илья? И мага. А почему мы вообще в это играем? Потому что это фул дизбаланс для мафии. Три мафии и образ? Да, я умер комиссаром. Если бы было последнее слово, вопросов нет. Я умер комиссаром. У нас четыре мафии на столе получается. Скажите, пожалуйста, это фул дизбаланс для мафии. Я знала, что тебе был инсайдер, был мафией, я была мафией и вело. Вадигин футин. Вадигин футин. Вадигин футин. Вадигин футин. Вадигин футин. Ты понимаешь, что если бы Каравай понимал правила, это все было легко. Я убиваю себя. Улетает тройка. Нет, смотри. Смотри. Я убиваю себя. Вы выкидываете тройку. Вы выкидываете тройку. Ты убиваешь девятку. И Каравай, зная правила, что он проверяется красным, он говорит... Он знал это. А ты типа говоришь... Ты всю игру говоришь. Тебя не слышно. Тебя не слышно. Он не знал правила и поэтому он даже не понимал. Он сказал, что 100% Эдгар не может быть оборотнем, потому что он бы проверился черным. Я написал, спросил. А Эдгар же должен провериться красным. А почему он... Нет, он не мог быть уверен, потому что он не верил в Генсухи. Он не верил в Генсухи. Правильно, что он не верил в Генсухи, потому что... Наташа, ты же мафия была, да? Просто гениаль. Браво. Браво. Натаха вообще, я офигел, может, что ты не Генсуха в этот момент думал... Можно, пожалуйста, обратить внимание на этот mind move? Наташа, вы были по-другому. Нет, Генсуха молодец, блядь. Просто респект. И кот его. Да, да, да. Да, да, да. На самом деле, если бы вы следили... Если бы я послушал Ваню, если бы я послушал Ваню, мы бы убили... Я сразу защитила Эвилона, а сразу хотела переметнуть Рики Ди. Я сразу... Я Рики Ди хотела переметнуть на себя, и Шпрота хотела на себя, и против всех... А это было читаемое, кстати. Нет, нет, нет. Знаете, почему я убил первого? Слово не могли, понимаешь? Почему? Я убил первого, потому что она всегда как-то узнает, что Генсуха мафия. Она всегда на ней пиздит. Да, блядь, я знала! Я, типа... Первого... Но я был уверен, что четвертый, это комиссар, мы убили четвертого. А потом Ваня показывал... Почему вы убили, что я комиссар? Ну, не знаю. У него такое лицо было, знаешь, типа... Он такой задумчивый. Он после... Он как-то... Я просто подумал. И, короче, инсайдер показывал убить девятку. И если я послушал инсайдера, мы бы убили девятку, то вообще б на столе никого не было. Да, меня вообще, кстати, не слушали. И, кстати, слышишь, инсайдер, инсайдер, я не знала, что мага оборотень... Блин, Дима, я не спорнился. В смысле? Замирного бы точно так... В смысле? В смысле? Мы знали, что мага оборотень. Нет, это ты. А чего вы не убили маму, чтобы он прибыл к вам? В чем? Зачем? 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 Дима, у вас просто, скорее всего, в головах такая мысль, если я не умираю, я мафия, и вы через это играете. То есть у вас на первом месте... Вань, я первый раз играю. Вань, это странно, это странно. Вань, мне показалось было очевидным. Вань, если что, подождите, 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 подождите. Каравай обиделся, каравай... Да, подожди, Вань, каравай обиделся на нас, потому что мы его не слушали, но при этом у него был все время замученный микрофон, это пиздец. Каравай обиделся? Ну ты чего? Он ушел с дискорда. В смысле? Нет, он в дискорде, он сейчас дискорд сидит, но его не слышно. Он, наверное, микрофон пошел пиксит. Вань, почему ты уверен, что эта игра выиграна для мира, когда ты играл за мафию? Или что, я не понимаю? Потому что не интересно. Это дисбаланс. Во-первых, три мафии, один оборотень. Во-вторых, я сразу дал инфу, я уже знал сто процентов, что ты оборотень. Зачем ты это говоришь? Ты сказал... Потому что мне неинтересно играть в преимуществе, я не хочу так выигрывать. Это не прикольно. Если это очевидно, почему меня до этого не убрали, вот этого я не понимаю. Я сразу понял, что Ватя, Наташа паикует. Я просто с ними играл. Я бы мог голосовать с себя. Я просто дал вам возможность поиграть хоть как-то. Все. Мы могли проиграть, Ваня, когда тебя выгнали, у нас не было шансов. В смысле факт остается фактом, что мафия победила. Ну ты... Да давайте играть. Ребята, давайте на это мнение. Я еще раз говорю. Вы пытаетесь найти виновного? Какая разница, кто проиграл? Я скажу, что для меня, для меня это не победы мафии. Хоть я играл за мафию. Ну да, четыре человека это... Вот и все. Да какая разница? Я это... Либо-либо... Это очень важный вопрос. Просили как-то сбалансить мафию, потому что она все время проигрывала. Не, не правда. Да это от обстоятельств зависит. Я бы еще хотел больше аргументов от Демликса, потому что он говорит 2-10, мне так кажется, и 7 типа... А мы можем сказать большое спасибо? Я бы хотел больше... Я бы хотел больше... Вот это я же попал не очень прикольное. Хочется конструктива. Я конструктива. Чуваки! На счет 2-10 не было, потому что Анка тоже постоянно без конструктива попадает во всех. Мы будем еще одну. Чуваки, давайте начнем следующую игру. Чего махать кулаками после драки? Я думаю, что меня очень сильно... Против меня получился чат из-за оборотня, но до того, как он вскрылся. Вы хотите с оборотнем продолжить? Мне кажется, в конце получилось очень интересно, но... Мне кажется, наоборот, что я думаю, мы уже проиграли и нормально всего на дворе есть 2 мафии, 1 оборотень. Да! А я, честно говоря, думал, что такое было. Я тоже писала 1 оборотень. Это tubing очливо так. и все причем тут мирно не матче очень плохо сыграла я плохо сыграл когда ты дважды скрываешься комиссаром я такой типа боли на 5 комиссар да почему я почему-то когда ты на мальчик комиссаром я вилона окраснила на вилон вообще не падали потом сразу же падали девятка сразу на меня у меня первая вообще тактика была чтобы защитить и вилона и чтобы реки де присосался ко мне чтобы да такой я не понимал я не понимал почему тройку никто не гасил это было анти нелогично если вы не вадим я бы реально кикал могу потому что я знал это правило я просто это правило забыл если мне не напомнил вадим я бы реально ну я бумагу выгнал что вообще забей не пальцы было отлично да вы выиграли да по факту вы выиграли типа супер интересно интересно конечно мне тоже интересно почему-то и в чате после смерти просто спросите давайте давай 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 я помню когда вы написал чате чего вы так паритесь мы делаем контент успокойтесь наоборот было интересно извини пожалуйста дим я и стал я написала в чате вадима да я написала когда он уже закрыл глаза он этого не увидел и никто больше не увидел вот это какая разница кто-то мог зайти в чат и увидеть то что вадим мафия и типа это было в стопроцент все закрыты были я уверена что я успею у меня без чат с память что тройка у меня без чат с память что тройка смотрела чат кстати в этой игре я не смотрела чат я не смотрела чат давайте сейчас гадать я написала мне ты предъявляешь а эвелону не такой расклад я умираю комиссаром и потом я в чате пишу типа а почему я без последнего слова соответственно все думают что я комиссар типа так бы так бы была игра выиграна за мирных жителей просто убрать я проверил первую ночь наташ почему смотрел первую ночь хотела смотрела и так смотрите на то чтобы проголосовать за старт следующий мне кажется нужно чтоб кровать вернулся я его слышал я услышал на самом деле мы бы выиграли эту игру изи но просто я спалилась наверно своим поведением я как ребята вы все круто сыграли хорошо пожалуйста мага ну вот ты правда реально мне дал инфу и я был прав ну да пожалуйста не говорите ночью но бога ради я поддерживаю это давайте ради шутки не типа правда давайте в чат не писать только если вы живут какую-то такую роль делать я все равно не понимаю я дал инфу но я все равно выиграл мага смотри я тебе говорил как говорил илья главный результат у меня к тебе обид нету ничего нету но ты не испортил этим игру ты мне этим испортил все давайте вы портите настроение давайте просто играть что выкинули меня пошел нахуй вообще старый такой речью блять дима дима я за мирного тоже тебя будем играть или нет давайте проголосуем кто хочет давайте начали давайте начали кончим разборки будут постоянно все пошли играть короче давайте так давайте оборотень плюс последнее слово после ночи тогда до водичка изгонять пока я успею или нет просто ребята две мафии оборотень тогда так вы не думайте о том что мог просто выгнать конечно куча мирных доктор комиссар согласен согласен можно играть играбельно играбельно сам понял что я буду розыгрывать просто можно следующее просто убираем одну мафию и больше никогда к этой теме вы не возвращались логично почему я будем вас слова я считаю вес устал вообще мы сыграли что ли мы собирались долго мы собирались долго надо нам собираться долго мы мы разбирались пересдавали потом опять то что звуки ночью были давайте 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 все закрывать все закрываем выключайте микрофон и чтобы ни у кого не было соблазна что-то там сказать диндук перемешать нормально пожалуйста не как прошли катки а арина все перемешиваю ночью тебя иммунитет 4 5 6 7 8 10 11 я пописал его мать это нет но пожелание до того кто умер первым или первые не убивать сразу так все спят в полной тишине напомню оборотень это пустая белая карточка вообще одинаково мыслями я вот подхватил на свет я тоже сказал я тоже не попадет по стулу дима я заметила твой реверанс так еще раз мы играем с тремя мафии один оборотень или с двумя три мафии один оборотень и последнее слово для мертвого все супер последнее слово такое все вообще охуенно блять пошел нахуй ну блять подожди пожалуйста ребят Илья ну как человек может когда его ночью убили говорить так решили просто для баланса завещание завещание ребят ребят давайте играть маг держу в курсе это правило вообще в мафии которые спортивные играют люди это правило есть завещание логику объясняет тебе все все спят все спят не ссорятся карава илья все все спят давайте начнем с конца раздавать да нет блять с конца а знаешь что инсайдер давай давайте побыстрее давайте по концу инсайдер инсайдер просыпается засыпает дима ликс просыпайся просыпай просыпайся засыпай Наташа генсуха просыпайся засыпай Эдгар просыпайся засыпай арина арина просыпайся засыпай вадим 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 вавилон я увидел карты так а ты говори какой вадим пиздец я тоже смотрю вадим блин ну после аренян какой вадим идет по порядку и все и не надо будет признавать не 2 ты перемешаешь перемешай я еще раз проснусь и ты мне дашь карту спи вадим и вилон засыпай я дико извиняюсь на того что вы перемешаете у него информация по одной карте все равно есть но так на остаток игроков у него есть перезадай просто быстрее тем более там дима ликс хотел поиграть мафия был вадим и пятерка потом диман такой блядя почему меня кикают давайте поехали все заснулись